Приветствую тех, кто пришел сегодня, кого вчера не было. Я еще раз представлюсь. Меня зовут Марина Внукова. И по первой своей специальности я врач-хирург. И то, что я ушла в диетологию, в частности, в иммунодиетологию, это не случайность. У меня своя история, так сказать, здоровья. И я ее очень коротко, но изложила в этой книге. Обратите на нее внимание, пожалуйста. Сюда тоже привезла несколько экземпляров. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, как можно избавиться от сахарного диабета второго типа, не применяя лекарства. Это возможно вполне. И вообще, моя история научила меня тому, что, да, наверное, протоколы, которые дают сейчас врачи, не обязательно являются истиной в последней инстанции. Потому что на самом деле мы можем обойтись без химических препаратов и вполне можем использовать эмпирический опыт наших коллег-врачей, и даже древних врачей, восточных врачей, специалистов аюрведы, китайской медицины. И мне, в общем-то, так пришлось, наверное, в жизни сплавить знания, которые принадлежат восточным традициям медицинским, и западную медицину. Потому что, ну, собственно, я обучалась в традиционном институте, первый мед московский. И, в общем, у нас было хорошее обучение, на самом деле, можно сказать, интегративное. А сейчас медицина очень изменилась. И врачи, которые здесь присутствуют, они со мной согласятся, что сейчас медицина, ну, собственно, сам устой медицинский немножко изменился в плане, не надо общаться с пациентами, надо выписывать то, что положено по протоколу. Ну, для меня это совершенно неприемлемая позиция, но я уже, знаете, ветеран все-таки этих войн. Я уже на пенсии, я не веду прием. Скорее, сейчас занимаюсь передачей опыта, своего эмпирического опыта, потому что я практик. И, конечно же, мне хочется алгоритмировать свои знания. В каком ключе? Чтобы вы могли взять самое главное, в общем, воздействовать на организм и заниматься не лечением своих заболеваний, а профилактикой их. И оздоровлением в целом. То есть для того, чтобы вы были здоровы, ну, как бы сказать, когда вы уже пришли в клинику вот так или в поликлинику, вы уже не здоровы, если только вы не пришли на профилактический осмотр. Вот странно, наверное, звучит из уст врача, что я хочу вас не допустить до больницы, до клиники. Но вообще говоря, мне кажется, это основное дело, которое им должно посвящать себе врачи. Профилактической интегративной медицине. То есть интегративная – это значит медицина целого. Нет смысла бегать по нескольким специалистам, здесь лечить ушко, там лечить глазик, там лечить коленочку и так дальше. Потому что иногда и чаще всего, вернее, чаще всего даже, причиной болезни там глазика, коленочки и ушка является одна и та же, предположим, инфекция или одна и та же проблема. И вот если смотреть в общем на человеческий организм, то мы и говорили об этом в эфирах из «Концепции здоровья», то мы должны соблюдать баланс между накоплением токсинов, метаболитов наших же собственных и еще паразитарных, и выведением их. И здесь вот этот баланс, он, собственно, и зависит от того, насколько наша система выделения работает нормально. Какие мы знаем системы выделения? Кишечник, там, скажем, почки, мочевой пузырь, конечно же, кожа, конечно же, дыхательная система, лимфатическая система, которая выбросы делает на слизистые. Да, мы можем выделять таким образом. Да, есть еще одна хитрая ретикулоэндотериальная система, которая занимается белковым мусором. Мы вчера с вами как раз говорили о невидовом питании. И если вы питаетесь не так, как вам положено, то иммунная система тоже будет включаться в процесс выделения. И за счет вот этой системы РЭС, или ретикулоэндотериальной системы, она будет выводить еще то, что вы съели не свое. А ей заняться есть чем, поверьте. Потому что иммунная система наша заниматься должна вирусами, бактериями, онкоклетками, теми белками, которые, ну, хотя бы попали не из пищи. Потому что, в принципе, мы можем нагружать свой иммунитет борьбой, например, скажем, ну, с вирусом, который там новый, да, там, ковид. Да, она должна быть в ресурсе. Вместо этого она занимается обезвреживанием белков, которые относятся к булочкам. Да, кто у нас вчера с булочками тут мы спорили, да, булочки, не булочки, да? Девочка была, а, сегодня нет. Я, говорит, ем булочки, и вот мне все хуже и хуже. Я говорю, вот булочки точно это не ваша еда видовая. И, собственно говоря, те белки, которые мы получаем из пищи, они очень часто бывают злобными разрушителями, по сути. И вот если смотреть, какие именно белки нас разрушают больше всего, то, конечно, это белки питания нам с вами не свойственны. Мы проговорили с вами уже и коровьемолочные продукты, и эти самые булочки бесконечные. У вас очень много детей, юношей, там, едят, ну, и девушек, едят мороженое на коровьем молоке. Ребята, я, конечно, понимаю, у вас жарко, но на этом мороженом можно заработать очень много проблем. Просто реально много проблем. И если дети здесь просят пиццу, там, вчера, мы были свидетелем, как папа что-то такое говорит, девочки, она там внятно ему отвечает, я хочу пиццу. Это не питание для ребенка и для взрослого тоже. Огромное количество вот этой клейковины или глютена, оно для многих из нас, практически для всех, является просто блокирующим питанием. Поэтому будьте тоже, пожалуйста, аккуратны. И третьим белком, про который мы с вами вчера говорили, это дрожжевой белок, один из первых обидчиков, белков-обидчиков, которые у нас сегодня с вами есть. Я напомню вам все-таки симптоматику, которые могут вызывать чужеродные белки, в частности паразитарные белки и грибковые белки. Это, безусловно, конечно же, шелушение кожи, высыпание на коже, иногда такие красные пятна, иногда шелушатся, иногда они без шелушения. Различные сибореи, когда вы все время чешете голову или чешете ушки. Есть у вас такие, которые начесывают ушки палочками, вот грибки, розоватые пятна на коже, трещинки на пяточках, трещинки на кончиках пальцев, даже у детей. Какие-то маленькие такие пузыречки, которые сильно зудят, и вы их расчесываете. Вы можете даже не замечать, после какой пищи это наступает, но, как правило, это пища, которая содержит множество стахаров, либо той же муки белой, где там много достаточно крахмала. Вздутие, газы при этом без запаха. Вот если у вас появился этот симптом, вы можете дальше ничего не изучать, вы уже можете знать абсолютно точно, что у вас синдром избыточного грибкового роста или дрожжевого роста. Потому что дрожжеподобные грибки как раз самые наши главные обидчики сейчас. У нас дрожжи везде, вы посмотрите. Или у нас в рационе то, что их подкармливает. То есть чистый сахар, либо обилие крахмалов. Последите за своим рационом. Мы вчера обсуждали кока-колу, которую дают детям. Но это вообще преступление. Пицца та же, мороженое, сладости. У вас так же, как и у нас, начинают расти, как грибы, кофейни, и там все витрины заставлены сладостями. Это в принципе вне закона должно стать. Вот это мое личное мнение. И как раз сегодня я получила книгу, как фамилия Алмаз Шарман. Вот ваш академик, который в своей книге много очень дельного пишет. Я ее изучу очень внимательно. И занимается сейчас изменением питания в детских учреждениях. Что вообще давно пора бы сделать у вас тоже. Потому что у нас добиться того, чтобы не давали детям огромного количества сахаров, это просто нереально. Потому что это дешево и сердит. А нам не нужно такое количество сахаров. Мы никогда его столько не ели. Ну вспомните, как жили ваши дедушки, прадедушки. Что они ели эти самые пироженки. Иначе у них же мозг не работал. У нас было достаточно сахаров в питании. А сейчас мы просто перегрузили себя. Но дело даже не в наших клетках, которые сильно страдают от обилия сахаров. Дело все в том, что с сахарами, большим количеством крахмалов, мы поддерживаем рост дрожжеподобной флоры, которая дает нам эту симптоматику. Отечность. Это сразу можно сказать, что человек в ацидозе. Отекаете, значит, PH вашей мочи утренней меньше шестерки. Вы закислены. Вся ваша биохимия сразу летит к чертям. Вы уже не можете быть здоровы в принципе. Понимаете, вот глубину проблемы. Съели сладости, расплодили дрожжеподобные грибки в кишечнике. И началась, начинается вал проблем. Закисление крови приводит к тому, что резко замедляются все метаболические реакции, возникают отеки, вздутие, изжога. Или у вас тоже есть такие пузанчики, мальчики. Мужья. У кого путикова мужа? Изжога может быть. А может быть так называемый молчаливый рефлюкс. Когда поджигаются, идет кислота, но изжогу не чувствует человек, но все время он откашливается. Он все время подкашливает. Как бы для значительности. Он говорит, а сам покашливает. Хотя при этом нет никакой простуды. Это просто идет избыток кислоты, сбрасывается, стравливается буквально через рот. Что касается изменений ногтей, ну, наверняка таких встречаете людей, у которых неприходящий грибок ногтей или же кожи между пальчиками ног, да и рук иногда. Бесплодие на этом фоне. Боли слева под ребрами. Обратите внимание, пожалуйста, если у вас слева под ребрами болит, не справа, там, где у нас расположен желчный пузырь, а слева под ребрами. Очень часто при этом есть изжога. И тогда врач может, гастроэнтеролог вам сказать, что у вас там гастрит. Но при этом, даже делая гастроскопию, мы не смотрим конечный отдел пищевода. Это трубка, по которой пища попадает в желудок. Но хитрые дрожжеподобные грибки, они в желудке не любят жить. Но они живут над ним, непосредственно над ним. Там очень много колоний может быть. И это видно на гастроскопии, если задержаться на секунду в пищеводе и посмотреть, что это за белые крупинки. Гастроэнтерологи некоторые описывают, это называется симптом манной крупы, но при этом ни слова не говорят о том, что это разрослись грибковые колонии. У нас забыли врачи о том, что вообще грибы – это очень опасный паразит. И почему я на них делаю такой акцент? Потому что самый мощный детокс, то есть самое мощное очищение, которое только вы можете сделать в своей жизни, это так называемый бездрожжевой детокс. То есть избавиться от избытка таких дрожжеподобных грибков. То, что они есть у всех нас, ну попробуйте померить PH мочи. Закисляют они очень мощно. То есть PH мочи утром у вас будет меньше шестёрки. Это обычный лакосмой бумажки специальный для мочи. Посмотрите на свой утренний язычок. Он должен быть розовый, чистый. А если вы сомневаетесь, что там у нас происходит, много ли у вас дрожжей, проведите простой тест на грибки. Утром до чистки зубов возьмите стаканчик кипячёной воды, тёплой, ну не горячей, не кипяток, просто воду. Сплюньте туда содержимое слюну до чистки зубов. И поставьте этот стаканчик, ну не на солнце, а куда-нибудь так, чтобы до него не дотянулись, да, ваши домашние. И на следующее утро, пожалуйста, проверьте, что произошло с этой водой. Если у вас небольшое количество грибков, то ваш плевочек, он так немножечко замутнит воду сверху и может быть даже совсем растворится. Если же вся вода мутная, то у вас много грибка. Если от этого вашего плевочка вниз пошли такие тонкие ниточки, как медуза, у вас много грибка. Если внизу на дне стакана у вас хлопья белые собрались, значит, у вас много грибка. И с ним нужно бороться, потому что он не дает развиваться вашим полезным бактериям. Самая главная война в нашем организме происходит с бактериями. Мы основаны на бактериях. В кишечнике и на нас живут защищающие нас бактерии. Вот их надо хранить. Но дрожжи, к сожалению, и грибки в целом, они крайне агрессивны именно к бактериям. Наши бедные бактерии в кишечнике давят с одной стороны дрожжеподобные грибки, а с другой стороны давят вирусы. То есть мы как бы между двух огней. Мы основаны на бактериях, но при этом как минимум два обидчика, но очень серьезных. И вирусы, и грибки. Причем грибки, выделяя огромное количество кислот, по сути активируют работу вирусов, да еще и приглашают в наш кишечник гельминтов. Вот то, о чем мы вчера говорили, закисление дает сигнал гельминтам, пожалуйста, размножайтесь, здесь вам рады. То есть мы сразу три, как минимум, проблемы убираем, если мы проводим бездрожжевой протокол. Это вирусная нагрузка снижается значительно, и это можно проверить по анализам. Есть специальные анализы, да кто врачи у нас, знают и файлайза, и анализ ПЦР, можно посмотреть, как титр снижается на вирусы. Снижается количество грибков, вы это увидите по симптоматике, у вас уходят эти симптомы, вас не тянет уже ни на сладости, ни на пиво, ни на какие-то сладкие напитки, и на те же булочки. И уходят вздутия, уходят отеки, уходят боли, слева под ребрами иногда, после, даже не препаратов, после программы, о которой мы сегодня говорим. И, конечно же, снижается количество паразитов, потому что им неуютно. Ну, с паразитами нам уже легко справиться, если им некомфортно в нас, их можно выгнать. Но если вы одной рукой их приглашаете, а второй, типа, кыш делаете, то у вас ничего не получится. Поэтому очень часто противопаразитарные программы абсолютно неэффективны. Начинайте, пожалуйста, с того протокола, который позволит вам восстановить кишечную стенку. То есть создать условия для полезной флоры. И на ней мы основаны. Вот этот протокол как раз мы сегодня с вами и, ну, собственно, напоминаем, потому что многие врачи, которые часто слушают мои лекции, даже проходили со мной безрочевой марафон. Это не сахарок, могу я вам сказать. Вот тот марафон, который я провожу, мне очень сложно его вести, потому что одно дело самой там страдать, когда начинаешь дрожжей немножечко гонять, они сопротивляются еще сильнее, чем паразиты. Это очень сильные противники. Они относятся к семейству, ну, к семейству, а к царству, наверное, даже. Эукариотов. Что такое эукариоты? Из биологии. Помните кто? Молодежь. Эукариот – это клетка, которая имеет ядро, как и наша клетка. Вот наша клетка человеческая имеет определенное строение. Так вот у дрожжей тоже очень сложное строение клетки, и они серьезнейшие противники. Причем мутируют они достаточно быстро, гораздо быстрее, чем любые бактерии. Ну, знаете, выражение, поднимается, например, тесто, да, как на дрожжах, или растет, как на дрожжах. О чем речь-то? О том, что дрожжеподобные грибки развиваются моментально, молниеносно. Они быстрее развиваются, чем бактерии в 4000 раз. То есть наши бактерии там проснулись утром, хотят что-нибудь съесть, какой-нибудь салатик там, или что-то такое, потягиваются, выглядывают в окно, а там уже полная площадь народу, дрожжи уже все, заняли все пространство, и, в общем-то, нашим бактериям и покушать нечего, и выйти некуда. Сейчас еще быстрее. Сейчас еще раз, наверное, быстрее, потому что дрожжи очень быстро мутируют, и они, к сожалению... Да, но их не надо их правильно позиционировать как одноклеточные, престижные люди. Да, у меня уже, знаете, такой... К сожалению, нет у миколога, кто вообще может обратить на это. Вы знаете, с микологами я сейчас очень так дружу, потому что мне тоже интересно, почему я не могу, ну, не могла, по крайней мере, раньше справиться с такими серьезными инфекциями, как кандидозные. И вот мы с микологом Михаилом Вишневским тоже для меня очень много открытий, потому что я не миколог, я практик, мне нужно понимать, как работать с этой темой. И вот когда мы переговорили с Михаилом Вишневским, у нас несколько эфиров было с ним, и он мне сказал, что это вообще не низшие грибы даже. То есть кандида, которая у нас живет, это высший гриб, причем, вот обратите внимание, высший гриб, который предпочел путь неэволюции и не переговорили, а именно деградации. То есть это высший гриб, который вернулся на начальную ступень. То есть прошел путь деградации. Вот вы знаете, для меня это очень много сказало, потому что я не понимаю, почему, когда у человека очень много дрожжевого грибка, дрожжевых грибков, низших грибков, простейших вот этих самых грибков, то у человека портится характер, он становится ленивым, безинициативным, тревожным, раздражительным, настолько вот, что все его не устраивает. То есть он просто невыносим иногда бывает. И после проведения бездрожжевого протокола другой человек приходит с ясными глазами, совершенно с мотивацией, какие-то другие люди становятся. И у таких людей, у которых много дрожжевого грибка, он очень сложно уходит, эти грибки сложно уходят. Самые выраженные вот эти ломочки, да, такие, как у наркомана. То есть по сути, грибки, на мой взгляд, хотя это спорят, микологи до сих пор спорят, могут ли грибки заставлять нас искать для них пищу? То есть могут ли они заставлять нас охотиться за сладостями? Оказывается, могут. С помощью уксусного альдегида это сильнейший нейротоксин. Они нас буквально подстегивают, как кнутом. Ищи для меня еду, иначе тебе будет плохо. У нас трясутся руки, у нас сохнет во рту, мы становимся беспокойными, мы ищем еду. Даже после того, как мы съели, не знаю, огромную жареную курицу или кусок баранины, мы все время что-то ищем, что-то нам поесть, поесть. Кому поесть? Кусочек тортика, пироженку, печенку дайте мне поесть. Да ты только что поел. Но не поели грибки, потому что у них своя пища. И вот мы бегаем, шакалем, ищем для себя еду. Да не для себя, а для них. И если вас действительно тянет на углеводистую пищу, на соевый соус, на готовые соусы, на картошечка фри, фрукты в большом количестве, особенно сухофрукты, алкоголь тот же самый, пиво и просекку. У меня была очень такая пациентка, значимая вдова одного из наших очень известных актеров, ну, российских. И вот она мне рассказывала, значит, что они с мужем подсели, значит, в последние годы его жизни на шампанское просекку. Очень любили. Я, конечно, промолчала. Я хотела сказать, что, ну, в общем-то, шампанское точно не удлиняет жизнь любым людям, особенно пожилым, которые, в общем-то, может быть, были и без избыточного дрожжевого роста. То есть мы укорачиваем свою жизнь вот этими продуктами, потому что те грибки, которые развиваются в нас, они, к сожалению, выделяют огромное количество токсинов, микотоксинов. Это очень сложные для выведения токсины. Их очень сложно нашему организму инактивировать, потому что мы не должны были допустить грибков в наши внутренние среды. Вот то, о чём мы с вами вчера говорили. Наши деды, как они питались, какое состояние их кишечников было. И мы с вами вчера выяснили, что современные кишечники очень сильно отличаются от кишечников наших прощеров. Очень сильно. Нас сравнивать нельзя. Мы не можем питаться таким образом, чтобы, так сказать, наш кишечник не страдал, потому что у нас пища изменилась, у нас кишечники изменились, и у нас изменилась флора. У нас разные входные как бы стартовые условия. И если наши предки, в принципе, даже если бы съели вот такой торт, как им иногда себе позволяет, на день рождения, радость у человека, день рождения, зачем же вы убиваете вот таким тортом? Возникает вопрос. Я сама тоже из той же как бы когорты всё так же хочется иногда чего-то этакого. И внукам иногда вот последний день рождения прошёл без тортика. Потому что я сказала, всё, всё, я не могу больше. Вот это уже невыносимо. К тому же, вы не забывайте, пожалуйста, что дрожжи усиливают и ослабляют наших симбионтов вот эти факторы. Обратите на них, пожалуйста, внимание. Это консерванты в пище, это гормоны и в воде, и в... Принимают и девочки гормоны перорально, да, то есть через рот. И, естественно, антибиотики, гормоны в мясе. И в курятине, и в говядине. И что интересно, в своё время я тоже думала, что гормоны, ну, не гормоны, вернее, антибиотики дают животным для того, чтобы они не болели. Тоже такая была наивная девушка. Оказывается, я прочитала исследование, по-моему, Мартин Блейзер в своей книге «Жизнь после антибиотиков» ссылается на эти исследования. Чудесная книга, кстати. говорит о том, что в Штатах, например, да и у нас то же самое, кормят антибиотиками животных не для того, чтобы они не болели, а для того, чтобы они быстрее жирели, набирали вес. То есть губят флору симбионтную, полезную, для того, чтобы тут же кидало в вес животное. И то же самое с людьми. То же самое с людьми. Антибиотики обычно нужно отчаять, потому что лектинистая пища как раз для улучшения нормального баланса в тушках растет в жизни. А антибиотиками лучше в последствии. Не так сказать? Ну, не совсем так, потому что лектинистая пища, мы с ней справляться, это вчера мы с вами тоже определили, да мы с ней справляться-то можем. Это не та как бы не та проблема. А вот то, что антибиотики, например, в Штатах, в сельском хозяйстве 80... Сейчас, нет, не 80%, сейчас я попробую вспомнить. Ну, больше 65% антибиотиков, которые выпускаются в Штатах, идет как раз на корм скоту, прям на корм скоту. Для того, чтобы они... Да. Вот такая статистика есть. И есть еще статистика, когда... Я ее сюда не вставила, не могу найти эту презентацию, почему-то у меня их много и куда-то я ее задевала. Когда, тоже по Штатам, у нас такой статистики нет, у нас как бы проблемы такой нет, но это правда, у нас этого нет. Посмотрите сейчас на население Штатов. То есть это, ну, это какой-то, да? Человек-гора, у них это прямо норма. Глушить? Ну да. Антибиотиками? Да, они, не провоцируют. Антибиотики убьют флору, и вот как раз тогда будет провоспалительные реакции преобладать. Потому что, если мы убьем симбионтов, то дальше нам пути уже нет. Антибиотики, если вы вообще близко с ними стоите, лучше... Хеликобактер находится у 75% нашего населения, но проявляется в 15%. Причем, тогда, когда наличит хеликобактер активный, у человека прежде всего изначально проявляется симптоматика избыточного дрожжевого роста, потому что хеликобактер активируется тогда, когда избыток кислоты. Очень часто хеликобактер активируется у тех людей, у кого кандидные колонии располагаются как раз в дистальном отделе пищевода, и кислота попадает в желудок, и возникает переактивация. Как бы хеликобактер, он начинает активничать, действительно, размножаться быстрее. Вот тогда появляется клиника, тогда тесты дают положительный результат, потом дают антибиотики, после этого симптоматика избыточного роста усиливается, и хеликобактер в общем-то может проявиться и заново, и заново. Почему эрадикация не может быть полностью? У нас об этом все время спорят. Ну как же, мы же такими антибиотиками прокормили, и такими. Куда он все время приходит? Какая зловредная бактерия? И мы начали с того, что, опять же, вот Мартин Блэйзер очень интересно об этом пишет, начинали с того, что хороший хеликобактер это мертвый хеликобактер. Сейчас получается, что мы убиваем бактерий симбионтов, прореживаем их по сути многообразие, объединяем свой микробиом и начинаем болеть то одним, то другим. Оказывается, разные штаммы бактерий отвечают за разные уровни нашего здоровья, то есть за разные отделы, если угодно, нашего организма и за наше здоровье. То есть антибиотиками мы не решим ничего никогда. И когда я училась, у нас было очень строго, причем настолько строго, что если будущий врач забывал это делать, его могли выглать из института. Это было очень серьезно. А что именно он мог забыть? Он мог забыть после антибиотиков назначить противогрибковую терапию. Сейчас нынешние гастроэнтерологи, я читала врачам в одной клинике в Москве лекцию, молодой мой парнишка, хорошенький такой, гастроэнтеролог. Он говорит, ну а зачем назначать противогрибковые-то? У нас сейчас такие хорошие антибиотики, они все убивают. Я говорю, не такая симбионтов-то, они убьют в первую очередь, потому что они самые слабые. Так вот, те грибки, которые нас поражают, это не обязательно кандида. Мы раньше тоже считали, что да, есть такой страшный грибок кандида альбиканс. Какая сейчас альбиканс? Сейчас совершенно другие виды грибков. Их огромное количество, и они новые-новые возникают, скрещиваются между собой, и мы уже не знаем, куда бежать. Я не знаю, была ли у вас эта информация. Есть еще такой грибок кандида аурис. Если вы про него слышали, то это просто смертельный эндемичный грибок. От него вообще спасения нет. И в принципе, если мы будем, так сказать, готовы вымерить, то скорее всего не от вируса, а от грибков, потому что с вирусами можем справиться, а с некоторыми грибками вообще нет. Это очень жесткие противники. Они не должны в нас жить в принципе. Они всегда жили у нас в просвете кишечника, на слизистых, на коже, но они никогда не попадали внутрь нашего организма. Сейчас ситуация совершенно иная. Сейчас они уже в средах, они внутри нас, потому что кишечники, мы их порушили. Мы порушили защитников, симбиотный слой, слой полезных бактерий. Мы их допустили внутрь, святая святых, в нас самих. И вот сейчас ситуация другая. И сейчас на этом фоне пить антибиотики, гормоны и лопать сладкое, ребята, это как бы игры такие очень нехорошие. Потому что если мы говорили о пандемии разного рода, какая пандемия? Вот эта пандемия, избыточный грибковый рост кого не возьми. Не оторвать, не вырвать булочку из рук, не вырвать пиво какое-нибудь из рук. И постоянно то изжога, то белый язык, то молочница, то отеки, то эти вздутия бесконечные. Кто от этого сейчас свободен? Нет, никто не свободен, к сожалению. Вот здесь давайте быть внимательными. Вот если мы с вами посмотрим на сравнение основного обидчика, это кандида, разные ее виды, и бактерии, на которых мы основываемся, кандида VS бактерии, против бактерий, вот эти свойства, это свойства грибков. У них огромная устойчивость, огромная способность к мутациям, к новым и новым образованиям, новых форм. Они выделяют огромное количество кислот. Это эпикалиновая кислота, которая заставляет нас быть раздражительными, тревожными, всего бояться, со всеми ссориться. Это и уксусный альдегид, уксусная кислота. Это и микотоксины, их порядка 80, а может быть, даже и больше, потому что это по кандида альбиканс 79 микотоксинов, а у нас грибков может быть различное количество и различные виды, и сколько их там этих микотоксинов, непонятно. У них огромная фертильность, они способны запасать сахара. Причем вы там, мне иногда вернее, ну не вы там, да, вы, может быть, и так и не делаете, может быть, вы гораздо более, так сказать, грамотно к себе относитесь, чем, скажем, мои пациенты. Но когда мне пациенты говорят, что вы, доктор, ну какие у меня могут быть грибки, я уже месяц не ем такого количества пирожных, как ела раньше. То есть я раньше ела каждый день, а сейчас ем, ну раз, два, три дня, там, с кофе. Ну у меня уже кофе, да, у меня уже сразу как красная тряпка на быка, я уже начинаю нервничать, потому что кофе закисляет и открывает опять же путь для тех же грибков и элементов. И плюс еще сладости. А некоторые говорят, я уже неделю вообще сладости не ем. Откуда у него грибки? То есть вот начинаешь думать, а вообще правильно ли мы оцениваем опасность грибковой инфекции? Вообще мы отдаем себе отчет, насколько это серьезные ребят. Они могут быстро колонизировать поверхность, они термостойкие, у них плотная целлозная капсула. Вот тот кандидосупрессор, про который мы сегодня с вами поговорим, это тот продукт, который мы создали вместе с концепцией здоровья, потому что я просто взмолилась, говорю, ребята, кто-нибудь создайте мне что-то, что могло бы расщепить эту плотную оболочку современных грибков. Их никак не взять, они в домике. Мы только начинаем что-нибудь есть против них, а они раз, все, и в споровую форму, или в такую, в капсуле. Их взять никак невозможно. То есть их сейчас уже вывести-то нельзя, но главное, чтобы они хоть не размножались внутри нас. они, соответственно, способны к аутофагии, то есть мы их не кормим какое-то время, а они живут на запасах сахаров, которые они у себя там складируют в клетках. То есть они долго могут обходиться даже без пищи. Слышали про того японца, как его зовут, кто у нас такой самый паранольбес-калавриат, который открыл аутофагию, ведь он работал с культурой дрожжей. Именно они склонны к аутофагии более, чем наши клетки. То есть их заставить голодать очень сложно. Они способны долго выдерживать голову. К тому же у них огромная способность проникать через тканевые барьеры. У них такие ферменты, которые расщепляют наши белки на раз. То есть проплавить себе путь среди наших тканей у них нет вообще проблем. И когда грибковая клетка начинает проникать в нас через кишечный барьер, например, через один слой клеток, как вы помните, то она выпячивает в любой части своей клетки, она может сделать такое выпячивание за счет нагнетания в эту область высококосматических спиртов, глицерола в частности, и протыкает вот такая получается, как рука, у нее такая вырастает, продавливается рука в кишечную ее клетка дает такой вырост, он называется апрессориум, и вот этим апрессориумом она протыкает наши ткани, а потом уже начинает выпрыскивать ферменты, чтобы проплавить себе путь в наш организм, и уже из ее, соответственно, вот эта труба, которая проникает в нас, и дальше начинает продвигаться, выходит гифа, то есть нить грибницы дальше развивается, дрожжевая клетка, это ребята, которые серьезно приспособлены к жизни и внутри нас тоже, об этом сейчас очень много говорят микологи, а возможно ли, чтобы грибки внутри нас строили грибницу, например, Михаил Вишневский, он не врач, не практик, как бы у него нет некого опыта, борьбы с этими кандидозами и так дальше, но он говорит, нет, ну как же, все-таки грибница строится там внутри трухлявого пня, это еще понятно, уважаемые господа, то, что наблюдаю я, я наблюдаю за кровью своих пациентов, размножаются у нас грибки очень активно, и нити грибницы видно даже в пробах крови, поэтому, пожалуйста, будьте очень настроены, как бы посерьезнее с ними обращаться, это не те живые организмы, с которыми можно так, знаете, я не поел сегодня пироженку, значит, у меня все хорошо, не всегда, и у меня нет цели вас напугать, запугать, тем более, я вообще этого не люблю, я должна вас информировать, потому что, к сожалению, сейчас нет свободных от грибков людей, просто вопрос стоит в том, насколько вот этот баланс сохраняется нашей флоры, либо грибковой флоры, и условно-патогенной флоры, они заодно, то есть нет ли перекоса, это называется дисбиоз, когда у нас перекос идет по флоре, по полезной и по вредной, это называется дисбиоз, вот дисбиоз это не диагноз, и любой гастроэнтролог может сказать, что какой еще там дисбиоз, как раньше говорили, какой еще там дырявый кишечник, сейчас все говорят, да, да, дырявый кишечник есть, и оказывается, мы все с дырявыми кишечниками, здравствуйте, 15 лет шла драка буквально на гастроэнтрологических конгрессах, может быть кишечник дырявый или не может быть, теперь оказывается, боже, да он у нас у всех дырявый, ну надо же, вот так развивается медицина, сколько еще пройдет лет, чтобы мы поняли, что вообще-то говоря, так мы все в грибках, как в шелках, наверное, да, конечно, конечно, ругали, не Зубарева придумала, Зубарева она абсолютно ну а популяризирует тому, что, извините, кому-то надо кукарекать, это уже известно, что это не старая, разве, неужели? Это я вы знаете, когда начали Зубарева, при том, что она блогер и как бы популяризатор, она все-таки врач и она интегративный врач при всем при том, как и Андрей Гострый, как и другие интегративщики, они говорят, ребята, надо в общем смотреть на организм, мы слишком закопались в частностях, а если в общем смотреть на организм, то нужно проводить детоксы и надо посмотреть, чем мы захламляемся и как воздействует на нас в общем и они-то как раз эту тему прекрасно понимают, что вообще все идет из кишечника и, собственно, говорят свое мнение, что, слушайте, с нашими кишечниками что-то не так и это можно подтвердить лабораторными исследованиями, почему разговор зашел о белке занулин, ну с чего вдруг мы все кинулись там искать уровень занулина смотреть, ну с чего бы вдруг, если и вообще находить, да, там некие подвижки в этом плане, если бы кишечники были условно-герметичны, как во время уголева, ведь это же две теории борются, условно-герметичный кишечник по уголеву и некий дырявый кишечник по современным врачам. Но на самом-то деле это не Зубарева, как бы сказать, да, говорит что-то такое про дырявый кишечник. Она просто озвучила ту точку зрения, которая ей тоже близка, потому что она практик, она видит, что происходит. Вот и все. Соединительная ткань под слизистый слой, слизистый слой, конечно. Вот как раз об этом-то и спорили гастроэнтерологи, но я хочу, о чем вам сказать-то, самое-то главное, вот хорошо, что подняли эту тему. У нас один слой клеток, кишечная стенка, внизу там соединительная ткань, слой сосудистый, да-да-да. А сверху некий мукозный слой, в котором живут наши полезные бактерии. И основная пленка, которая защищает внешнюю среду просвета кишечника от внутренней среды, нас, собственно говоря, составляется симбионтами. Биологической пленкой, биопленкой. Так вот, если мы эту биопленку убираем, то основную защиту мы как раз и снимаем. И мы открываем свой кишечник, этот не сейчас на один слой клеток, всему, что только возможно. Грибкам, вирусом, белковой составляющей, неподходящей пищи, и дальше гельминтом, и дальше уже ксенобиотиком, и валом уже все идет. То есть, сам процесс дырявого кишечника, я могу со своей стороны еще свое мнение сказать, что даже это не в кавычках можно брать. Потому что, когда мы говорим о тех же грибках, когда они занимают освободившееся от симбионтов место на стенке кишечника, они не должны были подходить к стенке кишечника, их всегда отгоняли наши симбионты, у них не было шансов. А сейчас эти шансы есть. Потому что, если мы симбионтов убили, ну, в конце концов, пропили антибиотик, ну, у вас ушка заболел. Или у ребенка, да? А если ребенок кисаренок, какой у него там слой био? Там вообще ничего нет. Ну, дали антибиотики. А потом, извините, ребенка накормили сладостями, естественно. Ну, вы же хотели его порадовать. И в таком случае что происходит? Идет адгезия, то есть прилипание тех грибков, которые, собственно, есть в просвете киши, они всегда есть. Когда они прилипают, они смотрят, насколько им интересно в этом месте. А что им может быть интересно? Темно, тихо, влажно. От чего? Отправить, конечно. Но зависит от того, насколько там много симбионтов. Потому что симбионты вырабатывают антибиотики. Антибиотиков, предположим, антимикотики. Предположим, симбионтов нет. Прилепились дрожжи, их никто не трогает. Симбионты далеко. Они говорят, ха. А вот теперь самое главное. А мы здесь прокормимся или нет? Выпускается псевдомицелий, такие щупы. Они еще пока колонию не построили. Они пока осматриваются. Эти щупами, они протыкают один слой клеток, ну, на раз. И если они попадают в оплетающий капилляр с большим количеством сахара, все, они дома. А сколько мы сейчас едим сладкого-то? Мы для дрожжей прекрасная приманка. А тогда уж извините, ребята, если они нашли еду, их уже просто так не выгнать. А почему они должны уходить? Сахар нам не избавиться. Ну, вот это вопрос интересный, да. Сахар, но он везде. Он везде, причем, я вам больше скажу, а вы посмотрите, сколько сейчас живых дрожжей везде. Зачем они-то нам? Зачем у нас в тонких лавашах дрожжи? Если есть нормальная пища, то, в принципе, это не употребляет. Если, нет, то, что дрожжи везде. Они и будут всегда везде. Вот здесь, вы знаете, сколько спор дрожжей тех же самых? Ну, это, знаете, я вчера, нет, эфир какой-то вела, и там вспомнила, есть один блогер, он говорит, да чего вы про эти грибки все время говорите? Просто вечером очищайте язык с белым налетом, с грибком, и вообще все у вас будет хорошо. Я так, господи, боже мой, я не могу, я девочек бесплодных не могу вообще от сладкого оторвать. Они рожают после того, как они избавились от дрожжей, потому что в огромном количестве дрожжей не возникает вообще даже у организма мысли, что вообще-то можно забеременеть, потому что это большая нагрузка на организм, прежде всего токсическая нагрузка. Но возвращаемся к нашей табличке. Они легко проникают через наши барьеры, строят гифы, споры образуют, псевдомицелий у них есть, и в принципе достаточное количество различных приспособлений, чтобы в нас укрепиться. Но есть еще одно гнусное свойство грибков, которое открыли сравнительно недавно, и пожалуйста, тоже обратите на него внимание, потому что у вас тоже появились такие детки. О каких детках я говорю? Те детки, которые тянутся за мучным, которые бегают на кончиках пальчиков, как балерины, у которых шершавые коленки и локти, у которых плечи, голени, бедра в таких пупырышках, как гусиная кожа, называется фолликулярный кератоз, которые с анемией, которые очень сложно, едят нормальную пищу, потому что им все время хочется сладенького, им все время хочется булочек, они капризны, они очень часто с такими уже расстройствами аутистического спектра, они либо очень возбудимы, либо они немножко заторможены, и при этом у них выявляется гиперчувствительность к глютену, то есть к той же самой клейковине, будь она не ладно, про которую мы вчера говорили. Такие дети у вас теперь тоже. И почему такое возникает? Когда мама с кандидозом заводит ребенка, он развивается в ней, иммунная система мамы обучает ребенка, с чем ей надо сражаться, иммунной системе ребенка. Иммунная система мамы учит иммунную систему ребенка. Та еще не сформировалась, поэтому получает антитела мамы. А если мама борется годами с дрожжевой инфекцией, у нее молочница была до беременности, и во время беременности только обострилась, то это давняя история с дрожжами. И если наша иммунная система не может их победить, но она с ними борется, и антитела вырабатывает, эти антитела передаются ребенку, антитела против определенного грибкового белка или белков. Но один из белков грибка, так называемый гифовый белок, то есть когда уже гифы есть, грибницы есть, называется он HVP1. Он в точности, к сожалению, похож полностью по форме, по размеру, по эпитопам, выросли такие на белке, на белоглютен. И дрожжевая мама своего ребенка обрекает на гиперчувствительность к глютену. И ребенок уже тогда не может съесть ни печеньки, ни пиццы той же самой, тоже будь она неладна, либо макароны, манная каша и так дальше. А у нас в детских учреждениях вот та самая еда, про которую мы говорим. А у нас таких глютеновых детей появляется все больше. Потому что мама в свое время с дрожжями не решила вопрос. Мария Николаевна, вопрос здесь. С эфира Елена спрашивает, можно ли бездрожжевую диету 12-летнему ребенку? Можно с 4-х лет сейчас назначаем. Что, кстати, тоже эта тенденция просто чудовищная. Последний запрос был в инстаграме Марии Николаевны, можно ли назначить бездрожжевую диету 2-х годовалому ребенку, еще 2-х лет. То есть язык белый, он только сладости, соответственно, ему только сладко он принимает. У него вздутие, газы без запаха и ставят врачи уже кандидозную инфекцию. Ребенок. У него иммунитет должен быть все-таки повыше, наверное, чем... Но не повыше, это неправильно. Иммунитет не может быть высокий и низкий. Но иммунитет должен справляться. Нет, не справляется, потому что уже далеко зашло. Особенно подвержены такому положению кисарята. Вот те дети, которых не рождаются и не получают флора от мамы. Поэтому ситуация достаточно серьезная. И она развивается, вот на моих глазах она развивается. Если раньше, анализируя определенные тесты, я могла увидеть по реакции на дрожжевой антиген. Детский это тест. Ну, нет практически реакции ни на пивные дрожжи, ни на пекарские дрожжи, ни на кандиду. Это ребенок. Скорее всего, тест ребенка. А если есть реакция, ну, уже взрослый. То сейчас я не вижу разницы между тестами. Идет иммунная реакция, аномальная, выраженная. Уже у детей и на дрожжи пивные, и на дрожжи пекарские, и на кандиду безумная совершенно нагрузка на иммунную систему. Это вот. Семь лет я занимаюсь этой темой. Вот конкретно, скажем, по тестам. То есть ситуация, она лучше не становится. Ну и, собственно, посмотрите вокруг, что едят наши дети и мы сами. Есть еще вопрос? Да, еще здесь вопрос, Эфир. А беременную можно ли противокандидную программу прям лечения? Очень много токсинов выходит в кровь ни в коем случае. Ни кормящим, ни беременным, беременным особенно. Это очень жесткий протокол и довольно серьезный. Я не знаю, насколько будут интересны вам мои клинические случаи, которые, в общем-то, вы можете с ними познакомиться. Может быть, вы видите свои жалобы. Сухость во рту, во время сна, ну, собственно говоря, после сна, боли в левом подреберье. Это все появилось после антибиотиков. Ухудшение памяти, появилась плаксивость, она стала раздражительной, капризной. Это стали замечать ее, собственно, родственники. Появился цистит, появилась молочница. Причем циститы, девочки, которые очень долго лечатся, это очень часто грибковые циститы. Иногда даже в моче определяются белые крупинки, это друзы грибов. То есть грибов уже, прямо скажем, много. усилилась в тягах к сладостям и так дальше, и так дальше. Вот такой язычок, понимаете, какой язычок утренний. Что такое за налет на языке? Это лимфатическая система борется с грибками, ну, не то, что борется, она их выбрасывает. Это река, которая выбрасывает на берег грибковые тела, по сути, ну, грибки. Но, в общем, вид достаточно классический. После ее беззвязчивого протокола язык очистился, это понятно, да, мы, собственно, и работали с ней. И она сдавала еще множество различных анализов. Но я думаю, это будет интересно врачам, если хотите, мы обсудим этот клинический случай. И, по сути, проведена программа, мы здесь, она проводила программу сама, она эту программу описывала, потому что мне нужно было знать входные данные по ней. Посмотрите, что показывает гастроскопия. Видите эти белые островки? Вот так, это не ее гастроскопия, у нее аналогичное, просто плохое качество, поэтому я взяла от другого пациента. Вот это как раз грибковые колонии. Вот так они выглядят. Причем врачи проскакивают, пищевод идут сразу искать где-то там в желудке что-то. Но что интересно, в желудке тоже могут встречаться вот такие белые островки. И врачи забыли, что это такое. Был случай, когда мне сигнализировала доктор, она говорит, Марина Николаевна, вы рассказывали про такие ситуации, а у меня как раз пациентка, у которой ищут свищ в желудке, вот такой белый островок, и его пытаются пройти щупом, то есть дырку в желудке ищут. Ну, то есть, понимаете, уже я даже не знаю, куда бежать. Я говорю, конечно же, обязательно скажи этим докторам, что это просто кандидная колония, называется симптом манной крупы. Пусть они просто проведут ей протокол, потому что девчонки в желудке ищут там какие-то свищи, но инструмент там тоже, знаете, неприятный, прям даже на вид. То есть у нас настороженность в плане кандидозной инфекции, она сейчас спала. Почему? Потому что врачи не могут с ними справиться, с этими грибками. Они очень все время, так сказать, быстро меняются, за ними не угонишься. Дифлюкан не работает, флуканозол не работает. Сейчас не работает даже орунгал, который я раньше, ну, если уж орунгал дать, это гепатотоксичный препарат. Ну, если уж его дать, ну, уж прям точно молочница уйдет. Ничего подобного. Не уходит. Не уходит. Значит, нам нужна системная работа с грибками. И это прежде всего питание. И когда она проходила, соответственно, уже, ну, пришла ко мне, соответственно, был поставлен диагноз, и вот мы с ней занимались. Хроническая молочница, гинеколог мог сказать, что да, у нее, значит, хроническое состояние. Но это все, потому что то, что назначала гинеколог, не работал. А это серьезная нагрузка, потому что просто токсическая нагрузка серьезная. К тому же ацидоз, который замедляет биохимию и просто ее меняет. И если мы с вами будем, так сказать, анализировать, да, к чему приводят вот такие вот загрузки грибами, то понятно, что в поведении у человека появляются желания, да, там, съесть побольше пищи. Он не может голодать. Вот иногда стол накрыт, все ждут, да, а кто-нибудь подойдет схватит, потому что не может терпеть голод. Очень тяжело терпит голод. Не может пройти там ни интервальное голодание, да. Интервальное голодание что такое, все знают? Когда вы, ну, все-таки делаете какие-то перерывы между приемами пищи, да, иногда нужно это делать. Потому что мы действительно едим целыми днями, по-моему. кстати, о биоритмах. Вчера достаточно поздно возвращались, и у вас дети гуляют до 12, до часу ночи. Это вообще как-то, ребята, такая, я не знаю, может быть, только этот район так гулеванит, но вообще везде так, вообще странно, потому что биоритмы все-таки надо как-то свои уважать. Соответственно, появляются рефлексы, сжога, и, кстати, вот есть еще даже у детей такой признак, присмотритесь, если у ребенка большое количество рыхлого стула, вот вроде бы съел чуть-чуть, пару пироженок, количество стула огромное и имеет кисловатый запах. Тоже это грибки. Тоже туда же в копилочку своих симптомов. Конечно, мы с вами говорим о бездрожжевом протоколе. У него очень много есть тонкостей. Постараюсь как-то на всех остановиться, но в течение восьми минимум шести недель вам бы надо хотя бы раз в восемь месяцев проводить такой протокол. То есть полтора-два месяца. Буквально лет пять назад такой протокол можно было провести в течение месяца и, в общем-то, справиться более или менее с дрожжами. То есть они не уйдут совсем, они просто притихнут, и мы с вами сможем восстановить кишечную стенку, хоть как-то бедных симбионтов опять выстроить, чтобы они защищали наш кишечник и работали для нас. То, что они делают для нас, мы вчера с вами обсуждали, то есть они делают для нас практически все. И если мы будем смотреть, что происходит сейчас у современного человека, то дольше приходится вести бездрожжевой протокол, чтобы получить результат. Это говорит о том, что дрожжи еще более устойчивые, еще более резистентные. Куда дальше? Либо действительно менять свое уже питание как-то кардинально, ну, либо проводить эти протоколы на регулярной основе и все-таки отказываться от каких-то большого количества сахаров хотя бы, большое количество фруктов, отказываться от вот таких бродящих напитков типа пива, сидра, того же шампанского, то есть как-то вот сдвигать это за свои границы. Да картофель туда же, потому что он также прекрасно бродит, много сахаров. Молочка, собственно, кисломолочная, там практически сахаров-то нет. И так исключаются все естественно сахара и заменители сахаров, уважаемые господа. У вас ведь тоже появились безопасные в кавычках сахара, типа эритрита, эритритола, слышали про такие? Но они тоже делаются из бродящих продуктов. Ой, искусственная сахара, если вы посмотрите, нет, мальтодексерин, туда-сюда, вот если вы посмотрите на химические сахара, как они метаболизируют, какие жуткие продукты метаболизма они дают, включая спирты, которые просто нейротоксическое действие. Стевия это природное образование, это полынь. Полынь не любят ни паразиты, ни грибки. Просто стевию не любят люди, потому что она горчит. А вот грибки ее не любят точно. есть такой запрос, можно сказать мой личный, но и вопросы к производителям продуктов, да? Нас дали говорить, что прекрасно, полезный продукт, в нем нет сахара, но есть патока. Патока это абсолютно то же самое, это тот же бродящий сахар. И если вы зайдете на любой ветеринарный сайт, зададите запрос патока, я в свое время искала безопасные сахара, я думаю, может патока лучше, там все-таки хоть какие-то витамины сохранились, микроэлементы. Зашла на ветеринарный сайт, патока портовалась только там. И читаю вот такими буквами, причем ни на одном медицинском сайте я этого не нашла. Патока это подкормка для меласса, патока, это подкормка крупного рогатого скота для того, чтобы им дать витамины, микроэлементы, бла-бла-бла. Но при этом вот такими буквами написано, что избыток этих сахаров, то есть патоки, может привести к так называемый тимпанит, то есть это вздутие, когда вот такие вот животы у коров и у костов, и у всех, то есть грибковая начинает флора активно размножаться и к смерти крупного рогатого скота. Думаю, так, хорошо, значит патока крупный рогатый скот может положить, но нам он, конечно же, ничего она не сделает. Ну, мы вчера очень много говорили о том, насколько человек близок к животному царству. Ну, мы чем отличаемся принципиально? Если это вредно животным, если у них это вызывает такие реакции, у нас это не вызовет реакции? А мед то же самое. Мы убираем его во время протокола, хотя мед хороший, мед что такое мед хорошего качества? Давайте говорим сразу. Мед хорошего качества, у которого высокое диастазное число, это значит мед от пчел, которых никогда не кормили сахаром. Если вы найдете пасеку, которая никогда не кормила пчел сахаром, прям сразу поставьте памятник пасечнику. Прям привезите сразу бюст на родину героя, там установите. Если для себя держат пчел, очень часто тоже кормят сахарами, поэтому это надо узнавать. Итак, мы с вами примерно полтора месяца будем придерживаться определенного рациона. Еще один вопрос, частый, я знаю, что он здесь возникнет тоже, когда человек спрашивает про сиропы и топинамбуру, вот это все. Ну, единственное, ну, хорошо, давайте с хвоста. Кленовый сироп меньше бродит, как говорит мой учитель по иммунодиетологии Марина Розенштейн, которая в Штатах практикует тоже, она говорит, что если бы кленовый сироп так сильно бродил, то американские индейцы вымерли бы дальше, то же просто бы спились. Потому что кленовый сироп это изначально Канада, Северная Америка, но он не сильно бродит. Но во время без рычевого протокола лучше бы не надо. Вот есть два более или менее приемлемых сахара, то есть они приемлемы с точки зрения протокола, но они просто по вкусу как бы спорные. Это стевия, чистая стевия, без добавления глюкозного сиропа, без всякого вот этой дряни. И архат. Есть у наших друзей китайцев некий фрукт-монах, называется архат. Это очень интересная вещь, но только чистого архата практически нет. Может быть, у вас он есть. Может, у вас есть. На Айхербе там тоже жидкий весь с сиропом из глюкозы. Они это не указывают, к сожалению. А вот сухой порошок архата, да, он безопасен. Вот два пока я сахара нашла вообще на планете, которые более или менее можно, ну, то есть не более менее можно, а можно. Это стевия чистая и, соответственно, архат. Но на них никто не делает ни сладостей, на них никто, собственно говоря, не делает ставку. Но единственное, чем мы можем подсластить свою жизнь во время бездрожжевого протокола. Итак, что же мы все-таки едим, а что не едим? Давайте посмотрим на табличку и пометим себе, что из фруктов и ягод, которые не питают дрожжеподобные грибки, это клюква, брусника, облепиха, лимон и красная смородина. Вот из нашего, как бы сказать, рациона. Вот они, грибки, не питают. Все остальное, кислые яблоки, грейпфруты, это все убирается на время. На время, а не навсегда, а на время. Яйца, молоко. Яйца, пожалуйста. Мясо, пожалуйста. Соответственно, соя, миндаль, фундук, кокос, но только не кокосовая вода, там слишком много сахаров. Пожалуйста, орехи, кокосовые сливки, кокосовое масло, пожалуйста. Но молоко цельное и все молочные продукты, которые большими буквами в магазине написаны без сахара, не верьте ни единому слову, ни единой букве, потому что нет никаких молочных продуктов у нас в магазинах, которые не добавлены были сахара. Об этом мне сказали производители молочных продуктов, ну, по такому, знаете, по секрету, который знает весь мир. Они говорят, все производители, которые даже не указывают сахар, но вы начинаете пробовать, и это сладкое, значит, будьте уверены, что там сахар есть. У нас нет в магазине тех продуктов, которые без сахара. Если только вы не берете просто качан капусту. Туда еще пока сахаров не напихали. Все остальное, в общем, тут уже думайте. И, соответственно, что касается молочного, вот очень частый вопрос, молочное можно или нельзя. В молочном есть лактоза, ее действительно не очень любят кандиды, но есть еще другие виды грибков, вернее, кандиды тоже разных видов бывают, разные там кандиды, глобраты и так дальше. У них действительно разные предпочтения, кто-то любит больше фруктозу, кто-то любит лактозу, но в условиях недостатка пищи грибки будут потреблять и лактозу с большим удовольствием. И когда вы начинаете бездрожжевой протокол, вы, может быть, даже и не пьете, послушав меня, никакое коровье молоко и коровье продукты не любите, ну, там, ограничиваетесь к осени. Но, когда вы заступаете на этот протокол, вы можете почувствовать, что вам ужасно хочется съесть йогурт, которого заставляла съесть маму, потому что это вроде как полезно, а вы не хотели и вдруг захотелось. Грибки прекрасно знают, откуда взять сахара. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны, потому что в молочном есть сахар, лактоза. Но, что касается молочного, если все-таки мы с вами договоримся и вы перейдете больше на прекрасное молоко, которое у вас есть, это кобыле молоко у вас есть, у вас есть верблюжье молоко, вы счастливейшие люди. Я, кстати, кумыс так и не нашла пока. Только кисломолочное и только с третьей недели. С третьей недели. Калину можно. Калину, нет, Калина. Калину можно, можно еще черемуху, там тоже сахаров нет. А, Канину, конечно, можно. Канину нужно, я вам больше скажу. Ешьте на здоровье. Можно перепелов, можно фазанов, можно любую птицу, любое мясо. Единственное, что только не вот колбаса, где тоже наверчина, а просто Канина, да, вяленая Канина, пожалуйста. Значит, что касается молочного, с третьей, четвертой недели можно взять молоко, лучше козье, как мы с вами уже договорились, поставить его на три дня в теплое место, будет вот такая ядреная, кислая простокваша. И вот ее, пожалуйста, потому что лактозы там уже нет, она будет кислющая. С третьей, четвертой недели, первые две недели мы даже никакой, даже кисломолочной не берем. Просто от греха. Потому что у пациента сейчас настолько чувствительны к сахарам их грибки, что даже иногда на творожке, который они сделали сами, и то они начинают опять чувствовать симптомы избыточного дрожжевого роста. То есть наша задача за первые две-три недели снизить активно популяцию грибков. Для того, чтобы начали размножаться симбионты. Почему мы полтора месяца сидим на протоколе, который довольно сложный? Потому что симбионты, наши полезные бактерии, они медленные, они размножаются медленно. Нам надо дать им время, нам нужно выиграть это время у грибков. То есть мы... А если фульвовую кислоту добавляйте? Может, добавляйте? Кого? Фульвовую кислоту добавляйте, пожалуйста. А кто мешает? Фульвовая кислота, она не обладает выраженным антимикотическим эффектом, но в принципе противовоспалительный эффект у нее некий есть. И вообще интересно, у нее эффекты просто сейчас как бы об этом... Скажите, если повышена нафта, когда переходишь на протокол, нужно мясо? Мясо лучше все-таки как бы поменьше, особенно красное мясо. Там субпродукты иногда, но тоже так имя не злоупотреблять. То есть белую птицу, вот это вот так чуточку. Ну, на красном мясе он вырастает. Но на субпродуктах тоже может вырасти, да. Рыба можно, пожалуйста, любая рыба. Костные бульоны, пожалуйста, пожалуйста. Что касается рафинированной муки, хлеба, плюшек, ватрушек. А масло? Масло, пожалуйста. Масло, пожалуйста. Гхи – самый лучший выбор. Там даже меньше лактозы, потому что вытапливается, часть уходит с белком этих сахаров. Значит, весь этот хлебушек, там даже если написано бездрожжевой, он тоже уходит под снос, потому что он также вызывает брожение. Что касается животного белка, пожалуйста, ради бога. Но промышленные мясные продукты, равно как и ветчина, и та же колбаса, и сосисочки, все задержат либо крахмалы, либо откровенный сахар. Поэтому наши дети так любят иногда вот эти такие дешевые магазинные сосиски. Там больше всего крахмалов и сахара. То есть, в принципе, сосиска содержит примерно столько же сахаров, сколько и конфета. Причем такая неплохая, большая. Поэтому вот смотрите, сколько сосисок съели, столько конфет вы уже употребили. Можно, в принципе, масло кхи можно, если вы особенно сами топите. Дело все в том, что лактоза там есть небольшое количество, но она не всем грибкам интересна, там ее совсем немного. Отчасти уходят... Есть такие белочки, которые связывают еще сахара, вернее, сахара связывают белки. И вы оставляете их на дне посуды, в которой вы топите. Поэтому лактоза там немного совсем. Можно, кхи можно. С третьей было бы идеально. Но некоторым людям просто на чем-то надо жарить. Они курдючный, например, жир не используют, или утиный жир не используют. В принципе, можно, да? Еще вопрос. Да, можно. Кокосовое молоко фирмы Ароид у нас есть. Вы знаете, Ароид в картоне еще туда-сюда, но в металле Ароид... Ароид я вообще не очень люблю, потому что вот в металле, когда открываешь и начинаете пробовать, то это чистый формальдегид. Я не знаю, что туда напихали, но это просто запах и вкус просто отвратительный. То есть большого выбора нету, кроме Ароида? Ну, есть Санта-Мария, есть Сенсой, но Ароид вы должны его попробовать все-таки. Если какой-то привкус химический, а у него это... Он этим грешит, Ароид грешит. Так, в принципе, молоко из орехов сделать очень просто. Ну да. Вы из кокоса же не сделаете. Из кокосовыми аппетитами есть. На своем магазине там кокосовое молоко. Я купила, я с какао пью. Кокосовое молоко можно во время бездрожжевого протокола. Можно. Бобовые можно. Значит, основное питание тех же вегетарианцев, да, бобовые. Мы с вами должны четко понимать, что бобовые бобовым рознь. На самом деле бобовые, которые имеют круглую форму и небольшая, там, скажем, чечевица, они нами-то очень хорошо переносятся. Вот тот же нут, который у вас здесь активно потребляется, чечевица, лущеный горох, зеленый горошек, да, пожалуйста. Но вот крупные бобы, соевые ли, арахис ли, это тоже боб. Бобы сами по себе, лимские, черные. Вот их лучше не есть, в них, в их оболочках очень много белка под названием рецин, мы на него реагируем не очень хорошо. Но из бобовых запрещено соевый соус, у нас ферментируют его неправильно, только нужно какой-то японский доставатель или хороший китайский, но обычно их нет. Поэтому на время соевый соус тоже уходит, как и другие продукты брожения, как и, кстати, алкоголь. Будьте, пожалуйста, внимательны. И если вы на безрожжевом протоколе, и вдруг свадьба лучшего друга, очень часто у меня спрашивают, у меня вот, я только-только сел на протокол, но послезавтра у меня день рождения, но два дня ты не мог потерпеть, да? Нет, обязательно сел на безрожжевой протокол. Что мне можно выпить, доктор? Вот сидишь и думаешь, как бы тебе ответить так половчее. Так вот, опять же, мои учителя в этом плане, в плане иммунотеатологии, они говорят, что на это время есть смысл стать текилоядным животным или человеком. То есть меньше всё-таки бродит текила, вызывает активацию грибков, и чистый джин, потому что на можжевельнике тоже, в общем, грибки это чувствуют. Но сколько вы выпьете чистого джина, я извиняюсь? Вы знаете, это не стараться? Нет, это да, надо стараться, надо стараться. Ну, конечно, лучше не... Сейчас мы с вами до этого доходим. Значит, что касается орехов, семян. Очень часто на безрожжевом протоколе прямо пересаживаются на орехи и семена. Довольно тяжёлая пища. Поэтому их можно, но сколько вы их съедите. Если вы начнёте точить эту кешью в безумном количестве, кстати, это дальний родственник бобовых, или же грецкий орех, то от этого вашей поджелудочной легко не будет. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Горсть орехов в день, замоченных, потом подсушенных на сковороде, пожалуйста. Фундук ли это? Кого? Баклажаны относятся к овощам семейства послёновых. И баклажаны можно во время безрожжевого протокола, равно как и перец сладкий. Несмотря на то, что называется перец сладкий, в нём достаточного количества для брожения, я имею в виду, достаточного количества сахаров нет. А вот помидор уже содержит больше сахаров. Что касается капусты, да, кто-то спрашивал. Все крестоцветные, вот здесь написано крестоцветные, это что? Капусты, в том числе листовые капусты, кейл, которые мы все полюбили в последнее время. Дальше. Редис, редька, турнепс, дайкон. Это всё можно. Репа. Вот это всё можно. Можно, конечно же, огурцы, можно все виды салатов, все виды лук, чеснок, спаржа. Это луковые. Всё это можно. Что нельзя? Чеснок, конечно. Но понимаете, как раньше наши предки много ели чеснока. А сколько едим его мы? Ну сколько мы его едим? Ну как неудобно. Мы же ели его раньше. Просто если вы не можете съесть его, предположим, свежим, что мешает его потушить, ну в плов, что вы кладёте? Хорошую головку чеснока. Правда же? Ну не просто же так вы кладёте, просто чтобы пахнуть. Полезный чеснок? Какой? Он в любом случае полезен, это пища для наших симбионтов. Но свежий, конечно, лучше. Но не все сейчас выдерживают свежий. Потому что почему? Вы уже знаете, кишечники другого качества не выдерживаем ни редьку, которую мы раньше ели. Ну русские, по крайней мере, много ели редьки. Ни чеснок, которого много ели вообще все. А сейчас попробуйте съесть головку свежего чеснока. Что с вами будет, да? То есть наши кишечники... В таком состоянии, что то, что нам нужно есть, мы съесть не можем. Ну хотя бы в тушёном виде, да? Добавляйте. Значит, что касается того, что нельзя. Проще запомнить. Грибы на время нельзя. Это вот настоятельное, как сказать, желание как раз вот Марины Розенштейн, которая и привезла тот безречевой протокол, которым пользуются врачи, работающие с программой Монохеллс. Она настаивает, чтобы грибы убрали из рациона во время безречевого протокола. У меня немножечко другая точка зрения на этот счёт, потому что я не вижу, чтобы обострялась, так сказать, ситуация на фоне приёма тех же шампиньонов, лисичек или белых. Здесь, как говорится, мнения учёных разделились. Но я иногда оставляю лисички в рационе. А даже с третьей недели, с четвёртой шампиньоны даю тоже, и белые даю тоже. Но вот классический безречевой протокол грибы убирает на всё время протокола. Обязательно убираем картофель, убираем помидор, убираем уж, извините, свёклу и морковь. Тут уж как ни крути. Батат, если он у вас есть в продаже, тоже батат на это время убираем. Всякие маниоки, топиоки, извините, нет. Тыква очень сладкая, да. Тыква очень сладкая, да. Просто у нас в России не сильно возревает тыква, чтобы она была сладкая. У вас, скорее всего, она сладкая, как морковь. Если тыква больше похожа на кабачок, то кабачки, огурцы, все, соответственно, салаты, всё можно. Это всё можно. Жиры, масла. На самом деле, из жиров и масел нет особых каких-то неприятных таких сюрпризов. Потому что я могу вам просто посоветовать никогда не есть маргарин. Я очень надеюсь, что вы его и не едите. Или какие-то трансжиры. Но магазинные соусы и масла, которые нечистые масла, подсолнечное, оливковое, кунжутное, конечно, лучше не есть. Все эти заправки, цезарь, медово-горчичные, это всё под запретом, но вы понимаете, почему. Потому что огромное количество сахаров. В ложке одного кисло-сладкого соуса тоже, в общем, как в полпеченки сахара, однозначно. Ну, понятно, что мы убираем все сладкие напитки и пакетированные соки. Это тоже понятно, правда? Там всякие лимонады и так дальше. Дальше. Приправы. Чем бы нам приправить? У вас продаются урбечи. Например, кунжутный урбеч из белого кунжута. У вас продаются лимоны. У вас продаются жидкие аминокислоты. Раньше называлось соус полибрега. Сейчас кокосовые аминокислоты тоже стали продаваться. У них приятный такой кисло-солёный привкус. Это и полезно, и безопасно. То есть это можно. Сок лимона, лайма можно. Соответственно, что там ещё можно? Кристаллы витамина С как заменитель уксуса и лимонной кислоты. Тоже можно. Соответственно, стевий или архат как подсластитель. Тригалоза лучше всё-таки с третьей недели. Тригалоза есть из разных продуктов. Есть грибная трригалоза. Здесь мы вот с Мариной всегда так спорили. Потому что она считает, что грибную трригалозу тоже нельзя. Это тоже сахар, и она права. Но с грибами ситуация, вот знаете, неоднозначная. Потому что вот сейчас набирается в Москве и Московской области группа, которая будет проходить безрожжевой протокол на экстрактах грибов высших. Это вот такой научный проект Михаила Вишневского, в котором я тоже буду принимать участие. Мне очень интересно, конечно, всё-таки посмотреть как практику, как оно пойдёт. Будут ли выражены ломки? Больше, меньше? Как быстро восстанавливается флора? Как быстро мы додавим этих самых грибов? Резистентные формы, лёгкие формы. В общем, надо будет это всё исследовать, и уже я смогу вам на следующий год дать хотя бы ответ. Может быть, к тем средствам, которыми мы боремся с грибками, может быть, мы присоединим экстракты высших грибов. Триголоза очень интересный сахар, у него очень интересны биохимические эффекты. Это стоит отдельной лекции, потому что триголоза, она как и метформин, как рапомицин, вроде бы действует как антиэйдж. Да, фактор. Но, знаете, это долгая история, поэтому сейчас мы её не будем брать, но интересный сахар. Интересный сахар. Но, опять же, лучше с третьей недели, не раньше. Первые две недели вот просто мы святее Папы Римского. Что касается напитков. Те, кто любит пить такие всякие древние чаи, которые долго-долго где-то ферментировались, будьте аккуратны, с чаями, чёрным и зелёным. Если они очень свежие, вы его открыли, там, скажем, не знаю, у вас китайских чаёв должно быть хороших много. Дорогие чаи очень долго хранятся. И иногда добавляются в них даже ароматизаторы, чтобы просто забить затхлый запах. Ферментация чаёв тоже, к сожалению, не исключает плесневение их. И плесневые токсины, равно как и кофе. Мы кофе убираем однозначно. На время убираем кофе. Почему? Ну, вообще бы лучше его убрать. Ну, тут же чего говорить. Так вот, мы его убираем, потому что хранящиеся в жаркую погоду зёрна кофе, их сначала держат в ямах с водой, чтобы убрать оболочку. Они поражаются плесенями, мимикотоксинов остаётся море. Равно как и с арахисом, такая же история. И что касается чаёв, когда ферментируют чаи, очень часто плесневеют они. Убрали, ну, откровенную плесень, а остальное, извините, там грибница уже давно, и там давно уже всё поражено микотоксинами. Поэтому чистые травяные чаи, чистая вода, которую нам бы давно пора бы уже научиться пить. Ну, нежелательно. То есть, если вы уверены в его качестве, если он пахнет прям пуэром, нет никакой нотки затхлости, никаких там, понятно, чаёв с ароматизаторами, в них, как правило, как раз в заплесневевшие чаи кладут ароматизаторы. А вот ферментированный иван-чай. Иван-чай вообще чудесная вещь, и ферментировать его не так сложно. Берёте вот то, что собрали, да, листочки, цветочки, перетёрли в сигаретки руками, чистыми, уложили в стеклянную посуду на два дня на солнышко, закрыв тканью. Он начинает пахнуть цветами. Вытаскиваете, сушите, всё. Мы-то готовы покупать? Ну, делайте сами. А, у вас тоже он растёт, сегодня видели. Вон в горах у вас есть иван-чай. Сайганда и ля не всем заходят. Сайганда и ля – это, собственно говоря, растение ядовитое. Это рододендрон. И если вы один листик положили, и вам от него хорошо, ну, дай бог. То есть он к протоколу не имеет отношения. Ну, вообще говоря, на сердцебиение, если вы не жалуетесь, то сайганда и ля – один листик, да. Ну, у нас народ как? Сайганда и ля – это чай. И потом сердцебиение, тахикардия – всё, и пополз. То есть это ядовитое растение. И здесь доза очень важна. Понимаете, в чём дело? К врачу вы можете сходить, проверить вообще, как состоит ваша печень, как она себя чувствует. Сдать печёночные пробы, сдать ферменты поджелудочные. Нет ли у вас какого-то острого процесса? Ну, почему нет? Конечно, ну, конечно. Ну, потому что это сильные препараты, это очень серьёзная нагрузка. Вам нужно понять, вам нужно понять, насколько у вас есть возможность пройти такой серьёзный детокс. Почему мы его запрещаем беременным? Да потому что он серьёзный, он тяжёлый. Вот надо. Вам нужно чётко знать, если вы вне периода обострения, хорошие печёночные пробы, пожалуйста. Да, поджелудочная справляется, нет там повышения амилаза и так дальше. Пожалуйста. Пожалуйста. Всегда лучше сходить к врачу, ребят. При всём при том, что я, конечно, франдёрствую, как вы понимаете, и стараюсь уйти сама от протокольной медицины, но ещё никто не отменял, вообще говоря, грамотного врача, да? Гастроэнтеролога, особенно если вы начинаете работать с кишечной стенкой. Конечно. Когда обострение ни в коем случае. Тем более, что есть излишний вес, скорее всего, обезвоживание, вы плохо пьёте воду, моя дорогая, и вода должна быть должного качества, это вчерашний день, мы как раз об этом говорили, про воду. Поэтому будьте аккуратны. Параллельно не надо проводить два детокса. Сначала пройдите бездрожжевой, а потом вы можете плавно перейти в противопаразитарный. Бездрожжевой. Именно так. А если на вторую, на третью неделю, ты можешь отключить паразитарный. Именно так. Сразу. Прекрасно. Мы сейчас будем говорить о том, что у нас будет здесь в протоколе. Поехали. Значит, противокандидный протокол. Полтора месяца минимум. Но параллельно, пожалуйста, когда у вас детокс, ну не гуляйте по ночам, по до 12 ночи. То есть вам нужно восстановить вот этот режим сна и отдыха. Мы с вами вчера говорили почему. В 10 часов начинается выработка определенного гормона, называется соматотропный. У вас идет регенерация, восстановление тканей. У вас идет восстановление в целом. Детокс – это очищение и восстановление вашего организма. Ну дайте поспать с 10 до 12 своему организму. Правду говорю. И если вы дали поспать своему организму, предположим, вы неуемный такой работник, вам хочется прямо вот много что сделать. Хорошо. С 10 до 2, до 3 поспите, встаньте в 3 утра и делайте, что хотите. Но во время детокса вот это время нужно спать. С 10 до 2, хотя бы с 11 до 2. Окей? Восполнение дефицитов. Во время бездрожжевого протокола мы очищаемся. У нас как бы выдох идет. Восполнение дефицитов – это, ну, если угодно, сравните со вдохом. Вы не можете в один момент сделать и выдох, и вдох. Очиститесь и будете восполнять свой дефицит. Во время бездрожжевого протокола лучше не принимать витамины группы B, потому что вы усиливаете грибки, они ими питаются. Почему, когда вы покупаете витамины группы B, вам написано, прям в аннотации, что они производятся из дрожжей? Почему? Да потому что они их лопают. И, находясь внутри нас, они просто выедают у нас витамины группы B. Они много что выедают. И что касается витаминов группы B, то будьте любезны, на время бездрожжевого протокола ну, хотя бы 3 недели. Ну, сделайте перерыв. А потом снова возобновите. И железо тоже в это время лучше бы не принимать. Конечно, лучше сначала восполнить, ну, если у вас там низкое сывороточное железо, низкий гемоглобин, низкий ферритин, ну, извините, ребята, сначала восполнитесь, потом заходите на протокол. Если же все нормально, то препараты железа, если вы их до этого принимали, либо закончите принимать, либо сделайте перерыв 3-4 недели. Окей? Все остальное можно принимать, пожалуйста. Вы можете принимать омеги, витамин D, витамин А, Е, витамин С. Вот это мы все сохраняем, пожалуйста. Значит, засыпаем, как вы помните, да, до 23. Что касается медикаментозного лечения, которое вы проводите, мы его никто не отменяем. Вы пьете таблетки, там, скажем, от гипотириоза, пейте, ничего не меняется. Вы пьете таблетки, там, скажем, ну, не знаю, там, сердечные гликозиды, пожалуйста, продолжайте принимать, мы ничего не отменяем. Нутрицептики и различные БАДы. Вы вчера видели, да, сколько в БАДах может быть напихано всякого разного. Будьте любезны просмотреть список своих БАДов и наименее нужный в данный момент убрать, потому что в БАДах, как правило, есть крахмалы и добавленные сахара. И вообще не надо перегружать печень во время безвречного протокола. Вам печень будет чем заняться. А БАДы ее тоже перегружают, как вы понимаете. Поэтому на время лучше бы менее необходимое убрать. Итак, противокандидная программа. Почему все-таки кандидосупрессор? Ведь много различных антимикотиков и наверняка вы знаете название Кандифайтер, Кандигон, Кандисмарт, не знаю, Рефунгин, Фунгистоп, Кандистоп, Кандисаппорт, Кандидосаппорт. Ну, в общем, их огромное количество. Огромное количество. Все они растительные. Я про химические формулы не говорю сейчас. Не говорю, потому что у нас с вами лечение химическими препаратами, простите, мои дорогие, вы проводите с микологом, причем серьезным микологом. Таких микологов у нас мало, поэтому, к сожалению, мы должны сражаться за себя сами. Но химические препараты сами себе назначать я вам не советую. Поэтому растительные препараты, которые вы можете долго принимать, самым сильным из них является кандидосупрессор. И история его возникновения очень интересная. Я, честно говоря, многие фирмы обошла в надежде получить специфические противогрибковые ферменты, которые способны расщепить плотную оболочку грибков и уже дальше можно их дожать антимикотическими, то есть противогрибковыми растительными препаратами. Но расщепить эту оболочку очень сложно. В России не было ферментов, которые способны это сделать. И крупные компании, много крупных компаний обошла, поверьте мне, и у вас они тоже представлены. И они говорили, что нет, это либо очень дорого и невыгодно, мы не можем себе позволить, либо это просто ну нет у нас, ну нет. И вот когда я поделилась своей, так сказать, болью с компанией Концепция Здоровья, Рамиль Камаев, который вы многие знаете, он так задумался, для него же слова нет не существует, вы же знаете, и соответственно по своим каналам уже стал собирать информацию. И когда через несколько недель буквально, хотя на разработку иногда уходят месяцы, потому что это все у нас медленные люди, и у вас у нас таких активных людей, которые действительно захотели сделать и сделали, их мало, всегда мало, в популяции их всегда мало. Ну как раз такие люди и двигают собственно прогресс. Так вот он говорит, что так, есть препарат, мы его должны проверить, потому что он как бы соответствует всем требованиям, но его все равно надо проверять. то есть мы его уже сделали, мы его уже проверили, ну а теперь клинические испытания. Я думаю, не-не-не-не, клинические испытания. Сначала я всегда испытываю на кошечках. Главная кошечка в моей жизни это я сама. А так как я тоже не свободна от грибкового роста, как и все вы, могу вам сказать, у тех людей, которые с диабетом, точно с диабетом второго типа, это точно абсолютно есть избыточный грибковый рост, инсулино-резистентность и грибковый рост, это близнецы братья. И я, кстати, об этом пишу в книге, не забудьте потом ее и посмотреть, и приобрести, и специально для вас привезло. Так вот, когда мы начали апробацию этого препарата, я, конечно, поняла, что да, препарат очень сильный, то есть продукт очень сильный, потому что меня заставить не хотеть, скажем, чипсов или сладостей очень сложно. То есть я хожу и все время этого хочу. Ну, когда у меня уже дрожжи много образуется, я хочу, но не могу, потому что я знаю, что мой диабет, он тут же проснется. Но при буквально первом двух днях приема я понимаю, что я не хочу ничего из запрещенного. Мои дрожжи сразу присмирели. Я думаю, да, ничего себе. Но первый вариант препарата, продукта был настолько сильный, что нам пришлось его буквально вдвое уменьшать, потому что это просто была бомба. Ферментов было очень много. И, соответственно, сейчас это в любом случае, даже в половинной дозе, потому что они сначала добавили очень много ферментов, но это не нужно такое количество. Все-таки наша кишечная стенка, она может большое количество ферментов и не выдержать. Нам нужно пройти по тонкой грани между безопасностью и эффективностью. Так, аккуратненько. Так вот, тот препарат, то есть тот продукт, который мы получили, он действительно помогает бороться с резистентными формами дрожжей. Он мощный. И, возможно, даже если у вас были отравления ртутью, свинцом, оловом, различными радионуклидами, этот препарат за счет своих ферментов специфических может вытащить из соединительно-тканных депо и вывести даже серьезное количество тяжелых металлов. То есть он получился, ну, врачи понимают, о чем я говорю, получился не только антикандидным препаратом, но еще и хилатирующим элементом. То есть он еще и вытаскивал тяжелые металлы. И если у вас ситуация очень запущенная, понятно, что вам нужно будет именно такой продукт. но к нему тогда нужен очень мощный сорбент. Поэтому если у вас старые пломбы во рту, в которых масса ртути, если где-то было отравление мышьяком или различными тяжелыми металлами, будьте, пожалуйста, внимательны. Или вы работали на каком-то вредном производстве. А? Или курильщики. Или курильщики, или те, кто работают с машинами, или водители, которые, извините, постоянно сконтактируют с таким количеством такой дряни, что просто уже страшно сказать. тогда вам нужен хороший сорбент. Самый лучший сорбент из тех, которые я знаю вообще из мировой практики, это сорбент А. Он уникальный совершенно, и он, конечно, и дорогой, но он хороший. Но в любом случае сорбент нам нужен тоже. Поэтому сначала антимикотик растительный. Кандиды супресса просто сильнее всех и имеют в своем составе специфические вскрывающие грибки ферментов. На втором месте у нас сорбент. Он обязательно принимается вечером, прям с первого же дня. Потому что интоксикация может вас накрыть с первого же дня. А что за интоксикация? Вы, казалось бы, да, вы же очищаетесь. Вам же лучше должно становиться. Должно. После того, как дрожжи присмиреют. А когда они начнут отмирать, появятся тошнота, слабость, раздражительность, агрессия у мужчин. Будьте готовы, дорогие мужчины. В агрессию впадайте. Девочки плачут. Мальчики злятся. Потому что дрожжи, когда они отмирают, они выбрасывают яды нам в кровь. Они пытаются из последних сил нас заставить дать им еду. Вот эти несколько дней, пока дрожжи еще не ушли окончательно и не перестали вегетировать, будут сложными. Может заболеть голова, могут появиться красные пятна, может обостриться цистит, молочница, вылезти вирусы. Почему вылезают вирусы на безрожжевом протоколе? Если у вас герпес есть или что-то, может быть обострение. Почему? Потому что когда отмирают большое количество грибков, очень закисляются внутренние среды нашего организма. Называется ацидоз. Мы следим с вами лакмусами, бумажечками специальными для мочи. Не слишком ли мы закислились? Потому что если PH мочи утром меньше шестерки, очень тяжело будет проходить протокол. Вам нужно держаться в норме. Для этого пьем щелочные воды, эталонную воду, пожалуйста. Пьем щелочных вод, у вас море, хорошие минеральные воды есть. А если же вы недостаточно, например, вам минеральных вод, то берете, обычную соду, 1-3 чайной ложки, заливаете кипяточком, чтобы она пошипела, доблеваете водой с лимонным соком и выпили. И все под контролем PH мочи. Что нам еще нужно будет? Нам еще нужно будет с вами обязательно какие-нибудь пробиотики, живые полезные бактерии. Пока наши бактерии угнетены, лучше бы, конечно, поддержать своих симбионтов, заглотив, если угодно, приняв внутрь целую команду их родственников, таких же полезных бактерий. Это пробиотики. Пробиотики, кстати, пока я точно не знаю дату выхода пробиотика концепции здоровья, может, подскажете, я пока не знаю, Володи нету, пока неизвестно, но готовится пробиотик концепции здоровья, тоже должен быть какой-то уникальный совершенно, но посмотрим. Значит, что еще ощелачивает? Конечно, жидкий кремний, если вы его уже принимали, то тоже заметили, что самочувствие улучшается, с вирусами борется кремний не только сам по себе, а он способен на это, но он еще и ощелачивает. Черный тмин, жидкие специи ощелачивают. Любые зеленые смузи, ощелачивают. Например, вы сделали смузи, там зелень, скажем, огурец, какие-нибудь дикоросы, какие дикорастущие травы вы здесь едите? Вот что вы собираете из дикорастущего? Что-то собираете, едите? Ну, наверняка, что-то едите. Там в России это сныть, крапива, различные, подорожник тот же, много едят на самом деле, но, по крайней мере, я очень это стараюсь популяризировать, я думаю, что и у вас тоже есть много дикорастущих трав, которые вы просто забыли. Вспоминайте, потому что они тоже хорошо ощелачивают. Добавляйте их в смузи. Что касается тех антимикотиков, которые еще можно себе, так сказать, позволить, потому что андиносупрессор, он сильный, вы можете его использовать две недели, а потом перейти на более слабый, но менее жесткий антимикотик. Например, что является антимикотиком, то есть противогрибковым? Это комплекс антипаразитарный, он есть в концепции здоровья, и когда вы посмотрите его состав, вы поймете, что туда входят все и антимикотические травы тоже, а экстракты у концепции здоровья сильные. Поэтому, пожалуйста, первые две недели кандидосупрессор, он довольно дорогой, и он не портится, поэтому оставьте его на несколько бездрожжевых протоколов, вам все равно их проводить не один. Две недели кандидосупрессор с едой, по одной капсуле три раза в день, а потом с третьей недели переходите на антипаразитарный. Также по одной капсуле три раза в день. Не забывая с едой, лучше с едой. Кандидосупрессор, не смотря на то, что написано в инструкции до еды, лучше с едой, потому что рыхлые, слизистые у всех, будете чувствовать ферменты. А вам нужно чувствоваться болями? Ну, не болями, но печеньем может быть, а то и дискомфорт. Конечно. Как вы получаете с кандидосупрессор от кандидаза? Кандидаза – это фермент, комплекс фермента. Это просто товарное название кандидаза. Кандидаза – это те ферменты, которые разрушают оболочку дрожжей. Абсолютно верно. Вот кандидаза, она где-то там, который мы не можем ее получить. И довольно дорогая тоже, кстати. Так вот, в кандидосупрессор вошли основные ферменты, те, которые входят в кандидазу, серопептазы, натокиназы специфические и целлюлаза – основной фермент, который нам нужен. Расщеплять вот эту плотную целлюлозную оболочку. Собственно, ничем, только концентрацией и компоновкой с антимикотиками растителями. В кандидосупрессор это уже все вместе… Кандидосупрессор – Да, да, да. Возвращение кандидаза с таким кандидосупрессором? Ну, теоретически, конечно, да. Конечно, так мы и делали до эры кандидосупрессора. Просто в кандидосупрессор больше ферментов, она посильнее. Обязательно пробиотики, как мы уже сказали, щелочные воды. Вечером не забываем, пожалуйста, все-таки, сорбент. Что касается пребиотика, который вы видите вот здесь на собственно, на стенде, на слайде. Что такое пребиотик? Вот если пробиотик – это живая бактерия, которой вы усиливаете собственный биом на время, на время, то пребиотик – это пища для полезных бактерий. Что касается пищи для полезных бактерий, врачи знают пищу для полезных бактерий. Это некие полисахариды, которые сложно расщепляются грибками. Это резистентные крахмалы и инсулина, не инсулина, господи, инулина, подобные по действию вещества. Например, топинамбур, знаете? Инулин, знаете, слышали? Ну, наверняка, слышали. Так вот, это тоже пребиотик. Это то, что бактерии долго-долго мусолят и, соответственно, переваривают. Им это очень нравится. Но среди пребиотиков, то есть пищи для бактерий, должна быть безопасная пища. Почему во время бездрожжевого протокола я сразу не назначаю пребиотик? Пожалуйста, доктора, будьте очень внимательны. Пребиотик – пища для всех бактерий вообще. И когда вы задержали рост дрожжей, у вас должны расти симбионты. Они потягивают, а, проснули. Сейчас начну работать, может быть, попью кофейку или что-то оно такое думает. А нам с вами нужно, чтобы они побыстрее проснулись, бактерии, потому что мы на них основаны. Но первыми проснутся условные патогены. К сожалению, они более быстрые, ребят. и если вы начнете кормить бактерии сразу же во время бездрожжевого протокола, то, скорее всего, эта пища попадет условным патогеном. И после того, как у вас было вздутие и газы без запаха, вдруг вы понимаете, что у вас снова появилось вздутие, но газы при этом вдруг с запахом. Да с таким, что хоть святых выносить. Вот чтобы не перепрыгнуть из синдрома избыточного дрожжевого роста в синдром избыточного бактериального роста, не спешите с пребиотиками, то есть кормом для бактерий. Инулин, различные пребиотики. Поэтому он здесь указан. Почему? Потому что в принципе подкармливать нормальную флору надо, но не во время бездрожжевого протокола, а после него. Сделайте, пожалуйста, для себя пометки. Да. 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 А после протокола? Можно уже кормить всех бактерий, потому что симбионты подтянутся и, соответственно, вы уже их будете кормить больше. Ну, по крайней мере, наравне с условными патогенами. Условные патогены чуть опережают в развитии симбионтов. И у нас есть высокая вероятность подкормить вот этих условных патогенов. Вот этого надо избежать. Часто потом жалуются, что у них струти и зловонные запаха. Тогда лучше пробиотик такой, в котором меньше всего того же инулина и лучше, чтобы его не было. Чтобы он был чистый. И больше микробное число. И будет вам счастье. Значит, что касается... Вы сказали про кандидосупрессор, что 2 недели только принимать. А у нас курс на месяц. Можете момент такой разделить, когда 2, когда... Потому что есть люди, которые месяц делают полноценный и нормальный. Если дрожжевая история давняя, бесплодие, постоянные молочницы, выраженные кожные проявления, псориаз, длительность вот этих симптомов избыточного дрожжевого роста более 2-3 лет, то есть это какая-то древнейшая история, а то и 10. Вот тогда вы месяц минимум будете давать кандидосупрессор, потому что дрожжи такие, как собаки злые, как говорится, и резистентные, то есть устойчивые. Если же ну все более-менее штатно, ну бывает после арбузика вздула, газа без запаха, иногда хочется съесть сладенького, или там мальчик, пиво, очень люблю пиво, или камбуча у нас появилась, нутрициологи все пьют. Какая нам камбуча, когда у нас с дрожжами проблемы? Никакой камбучи не нужно совершенно. Ну вот подсел человек на какие-то бродящие продукты, 2 недели достаточно, потом переходим на антипаразитарный. Но если серьезная ситуация, меньше, чем месяц, просто вынь да положить. Что касается восстановления кишечной стенки, для чего мы вообще, собственно, боремся с дрожжами? Для того, чтобы восстановить вот эту условную проницаемость нашего кишечника, восстановить его герметичность, ну тоже весьма условную, потому что у нас не герметичный кишечник, мы не резиновая трубка, мы все-таки кишечник наш должен пропускать. Но вот он пропускать должен то, что положено, то, что мы переварили, и пропускать должен через слой полезных бактерий. Нам нужно восстановить подложку под слой этих бактерий? Нужно. Это как раз соединительно-тканный слой и дальше уже формирование слизистого слоя. Вот нам нужно эту подложку, то есть базу кишечной стенки, ну позвольте уж мне такое выражение, потому что не все врачи, чтобы было понятно. Нам нужно их восстановить, вот эти клеточки, на которых живут наши полезные бактерии. клетки нашего кишечника. Что хорошо их восстанавливает? Жидкий кремний, если у вас хоть какие-то проблемы с соединительной тканью, ухудшилось состояние кожи, волос, ногтей, опускаются органы, плохо работают сосуды, тонус сосудистый снижен, там варикозы есть уже, ну что еще может быть, фасции, связки, сухожилия тоже требуют внимания, например, все время вывихи, подвывихи, или у девочек растяжки, да и у мальчиков тоже. Значит, это уже слабость соединительной ткани, значит, кремний нужен, нужно соединительную ткань укрепить, кремний первейший в этом плане элемент. Микрокристаллический коллаген, мы про него вчера достаточно долго говорили, и это аминокислотная база, то есть белок, из которого вы строите кишечную стенку, очень хорошо работает. И чтобы соединить отдельные клеточки кишечной стенки, мы тоже вчера, насколько я помню, говорили про пептиды для желудочно-кишечного тракта. Это уникальный совершенно препарат концепции здоровья, то есть продукт, который основан на пептидах куриных желудков. У кого из вас бабушка, прабабушка сушила выстилку куриных желудочков, потом ее измельчала и давала внучку, когда у него, предположим, поносик. Вот народная мудрость укрепить стеночку желудочно-кишечного тракта. Прекрасно работают пептиды куриных желудочков для того, чтобы плотнее прилегали друг к другу клеточки нашей кишечной стенки. Поэтому вот эта триада, я ее использую очень часто, практически всегда у своих пациентов. Кремний, микрокристаллический коллаген, пептиды для ЖКТ. Просто будьте внимательны, пептиды для желудочно-кишечного тракта, они требуют хранения в холодильнике. Долго их на жаре, тем более у вас жара бывает нешуточная, не храните. Вот единственное пожелание. Что касается восстановления клеток в целом, для того, чтобы быстро восстановиться, есть у меня такие пациенты, да и врачи есть, которые говорят, сейчас я не ел того, сего, пятого, десятого, я перестал перенимать свои там какие-то препараты, БАДы, ну все, я практически умираю, потому что мои клетки недополучили там половину полезного. что я всегда отвечаю таким да и врачам тоже, и пациентам уж однозначно, что для того, чтобы быстро восстановить ресурс ваших клеток, нужно клеточное питание, то, которое мы вчера обсуждали, да принципы даже клеточного питания обсуждали, то есть то, что быстро попадет в клетки и даст самое необходимое, смесь корней, ячменя, пшеницы и гречихи, функциональный комплекс с меланином, мультивитаминный комплекс, этим вы будете вытаскивать себя, так сказать, из дефицитов, если они у вас есть. Дефициты у нас возникают, прошу обратить на этот факт внимание, тогда, когда у нас мало симбионтной флоры, хорошего спектра действия. Одни симбионты запасают железо, переводят в хилотную форму, доступную для наших клеток, другие инактивируют яды, третьи там еще что-то запасают, переводят в доступную для нас форму, то есть если вы восстанавливаете симбионтов, у вас меньше будут проявляться дефициты. Вот эту связь тоже для себя, пожалуйста, пометьте. Нам главное бактерии восстановить, которые нам помогают жить. Вот смотрите, те же ханты, манси, вот мы вчера говорили о том, что видовое питание, питаются, например, одним видом продуктов, каким-то жирным мясом. Убили тюлени, съели тюлени. Слушайте, они не пьют БАДов. Как же они справляются? Что они такого делают, что они ничего не принимают, ни витаминов группы В, железо, у них все нормально, и они 118 лет, им они гоняют оленей, причем в таких условиях, что, в общем-то, человек там жить не будет нормально. Олень и то, не всякий туда пойдет. То есть тяжелые условия жизни, но они прекрасно себя чувствуют. Почему? Потому что все БАДы и лекарства уже у них кишечники, и уже все, что нужно, дают им симбионты. И у нас у всех, у всех этносов был свой состав полезных бактерий, вот вам их надо восстановить. Конечно, вы не решите эту проблему пробиотиками. Пробиотиками мы просто временно поддерживаем своих симбионтов. Нужно восстановить, оживить, реанимировать просто тех симбионтов, которые у вас уже есть. У каждого свои. У вас есть родственники, у них свои симбионты. Будете сравнивать состав? Вообще разные бактерии. Мы все разные. У нас отпечатки пальцев разные? Разные. На радужке рисунок разный? Разный. Что касается рисунка симбионтов, у всех разный. Конечно, вы можете узнать, кто у вас живет, для этого существует анализ по Осипову, но поверьте мне, что этот анализ не подскажет вам, какие пробиотики принимать. Вот здесь не надейтесь. Потому что вы можете посмотреть, например, тот же анализ по Осипову. Хромат масс-спектрометрии, ХМС по Осипову. Вы сдали капельку крови, посмотрели по метаболитам. Интересное исследование, на самом деле. По метаболитам бактерий узнали, там в вас живут такие-то бактерии, ну и живут, и живут, и что? Что вы с этой информацией будете делать? Но если вы пройдете курс восстановления кишечной стенки, про которую мы с вами сегодня говорим, уберете дрожжей, симбионты вас прям духом, и через 3-4 месяца вы снова сдаете этот анализ, и вы видите две разных картины. Вот тогда анализ по Осипову может вам помочь сравнить до и после. Вот тогда он ценен. Потому что другого анализа аналогичного все равно нет. Он тоже, он не идеален, но он хотя бы в динамике может нам помочь. Я чувствую себя лучше. Вот здесь я чувствовала себя плохо, было вздутие, там, жога, всякое разное. А вот здесь я чувствую себя неплохо, и пищеварение наладилось, у меня стул наконец-то наладился. Что произошло с моей флорой? Ага, выросло количество бифидобактерий, я лучше стал переваривать растительную пищу, уменьшилось количество, там, скажем, эшерихеколи. Слушайте, да это победа. То есть я, в общем, неплохо себя чувствую. То есть вы можете хотя бы сами отследить, какие штаммы бактерий вам полезны, делать на них ставку. Потому что мы разные по типам. У нас у каждого ядро микробиома, то есть вот полезных бактерий у всех разное. Так что здесь вы можете сделать некий вывод, что вот это мне полезно, да, это, скажем, нет. Марина, если сдал он микробиом, получается ли какие-то дополнительные витаминов, ватах, как правило нет. А что касается витамина Д? Витамин Д у нас провисает по двум причинам основным. Их есть больше, но основные две все-таки надо знать. Первое, мы реально меньше стали находиться на солнце. Ну, это объективная реальность. То есть мы как бы не для этого были созданы, чтобы сидеть на попе ровно в офисах. Это правда. Но вторая причина, она более глубинная. И вторая причина, кстати, связана с дрожжами тоже. Какова эта причина? Дело все в том, что витамин Д очень интимно завязан с обращением в нашей крови, в нашем организме в целом, такого микроэлемента, как кальций. И кремний тоже, но это я скажу, так сказать, уже отдельно. То есть, ну, ладно, двух микроэлементов, но он сейчас интересует кальций. Так вот, кальций, это тот микроэлемент, который должен помогать витамину Д превращаться один в другую форму, и усваиваться нашими клетками. Но кальция в нашем организме, ну, какое-то количество. Кальций идет на разные-разные нужды. Он участвует в огромном количестве биохимических реакций. Но одна из главных его функций, это раскислять нашу кровь. То есть, ощелачивать ее. Если мы с вами, как мы вчера с вами говорили, берем PH-полоску, смотрим PH-мочи и видим, мои дорогие, что это у меня такая полоска-то, желтая? Да у меня PH-5, я закислен. Это значит, в вашем организме весь кальций, просто хором, побежит спасать ситуацию. То есть, начнет ощелачивать, либо выражать свои буферные свойства. Он щелочной буфер. То есть, вы его будете тратить в безумных количествах. Иначе кальций вы начнете тянуть из костей, зубов, ногтей и волос. Вот вам и кальций. Вот вам и кариас. А витамин D при этом усваивается будет хуже, потому что кальций не до витамина D. То есть, получается, по-любому нужен витамин D изменить? Сейчас, да. И где сцены витамины, которые... Это не совсем витамин, это гормон. Гормоноподобное вещество. То есть, его лучше принимать регулярно, в зависимости от актуального количества в крови, все-таки, не постоянно там, ой, 5000 единиц и всю жизнь. Нет, конечно, нужно что-то последовать за ним. И в одно и то же время желательно. И лучше бы одну и ту же форму. Не все формы одинаково хорошо усваиваются. То есть, лучше подобрать свою, где вы нормально его восполняете. Итак, что еще особо тяжелых случаев мы рекомендуем? Если ситуация патовая, человек действительно уже имеет диагноз кандидоз, если это длится давно, и ситуация действительно зашла далеко, например, у меня достаточно много было бесплодных девочек, которые после бездрожжевого протокола забеременели, то есть, ситуация была уже такая серьезная. Или мальчишек, которых нужно снимать с алкоголя, и это было всю жизнь. ситуация серьезная тоже. Не все алкоголики, кстати, те, кто пьют. Не все совсем. И алкоголизм, это вообще, говоря, генетическое нарушение, и не у всех он проявляется. А вот тяга к спиртным напиткам, особенно к пиву, всякому такому. Вот это уже совсем другая история. И очень часто это именно дрожжевая история. Дрожжевая. И если сложно, человек идет, если много сопутствующих патологий, как, например, вот девочка ушла, у нее дела, а вот она вернется, и с ней бы надо на эту тему поговорить, вот, кстати, кто в офисе. Напиток долголетия, который является, ну, если не панацея, это очень сильным продуктом концепции здоровья, есть такой только концепция здоровья, но надо сказать, что и самый дорогой, но он того стоит, как вы уже, наверное, успели убедиться, потому что многие из вас уже его принимали. Мощнейшая вещь, ощелачивает антиоксидантное действие, восстанавливает, регенерирует буквально клетки тех органов, которые наиболее пострадали вот в результате такой грибковой атаки, поэтому, пожалуйста, тоже его возьмите на вооружение, если прям много сопутствующей патологии. Если у вас и холецистит, и панкреатит, и то, и сё, и сердце болит, и вообще, говорят человеку, например, там 86 лет, и вы хотите просто, чтобы он подольше пожил, а ему надо проходить детокс. Что касается витамина D, я специально его вынесла сюда, чтобы вы знали, что его и нужно принимать, да, к сожалению, теперь, и, собственно, можно принимать во время безречивого протокола, поэтому он сюда специально и вынесен. Что ещё нам помогает? Мы говорили с вами про жидкий кремний и коллаген, и есть ещё такое волшебное средство в концепции здоровья, которое называется золотая вода. Кто из вас пробовал золотую воду? Ну, пробовали, да? И девочки, да и мальчики, которые пробовали, вообще золото, конечно, больше женский металл, но у нас нет таких металлов, которые только женские или мужские. Вот те из девочек, кто пробовали золотую воду и вдруг, увлекшись её эффектом, а она тонизирует, когда с кофе начинает слезать, золотую воду пьют и им легче. Но выпивают больше 15 капель и начинается такое, знаете, боевое настроение у девочки. Они начинают с пользой своими мужьями, ну, я, по крайней мере, так всегда делают. Начинают там что-то генерить какие-то идеи, что-то такое, значит, решать и спорить в общем со всеми. Ну, такие, честолюбивые становятся и активные. У нас сможем, если мы проходим бездождьёй протокол и начинаем на пустом месте спорить, я всегда спрашиваю, ты что, пил золотую воду, что ли? Говорит, да. А ты что, тоже твой, что ли? Я говорю, так вообще-то, знаешь ли, да. Так вот, просто будьте аккуратнее, золотая вода прекрасно снижает в зависимости от кофе, если хотите с него слезть, я вам советую это сделать когда-нибудь в жизни. Золотая вода может помочь, но только не передозируйте, не надо больше 20 капель, даже, в общем, если достаточно такой крупный человек. Вещь хорошая, вещь хорошая, реально. Эндокринная система, так сказать, очень так отзывчива, женская особенно, в золотой воде. Но это немножко другая история, потому что есть женское здоровье, золотая вода и так дальше, то есть целый комплекс для женщин. Но в основном это, конечно, женская вода. Мужчинам больше 15 капель точно не надо. Зачем нам спорящий с нами мужчина, правильно? Совершенно ни к чему. Потому что золотая вода влияет на центральную нервную систему напрямую. Есть механизмы, которые описаны, именно влияние золота на центральную нервную систему. Это такой природный антидепрессант. И это природный антиэйдж-защитник. Вот если вы когда-нибудь слышали про золото фараонов, а фараоны всегда жили дольше, чем их рабы, так скажем, они употребляли атомарное золото, но только не в виде жидкости, как у концепции здоровья, а в виде порошка, такого почти белого цвета. И он действительно, они были умнее, сообразительнее своих, так сказать, подданных и жили дольше. Это был эффект порошкового золота. Потом его рецепт был утерян, получение его рецепта был утерян, но вот у концепции здоровья есть атомарное золото, и могу вам сказать, конечно, работает прекрасно. Кстати, девочки, если кто-то будет им пользоваться, то добавляйте его в свои кремы. Уже так здорово получается. Так вот, это результаты. Я на примере своей пациентки, одной из них, вам и, собственно, показываю результаты. Конечно, она получила улучшение. Какого плана улучшения? Исчезли боли слева под ребрами, то есть мы убрали кандидные колонии из пищевода. Ушла изжога. Как только вы слышите диагноз ГЕРБ, ну не надо эти препараты ионной помпы, вы на них подсядете на всю жизнь, испортите вообще себе все, потому что препараты ионной помпы, на основе ионной помпы, они бьют по всем рецепторам специфическим, по всему организму. Это страшный препарат. Ну пройдите. Те, которые снижают изжогу, заставляют желудок не выделять кислоту. Это страшная вещь. Пройдите безречевый протокол. В 99% случаев вы добьетесь успеха. Если вот из 100% людей хотя бы 99, а это немало, я смогу снять с этих препаратов, я буду просто счастлива и считаю, что моя миссия удалась на земле. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Не обязательно начинать с таких препаратов, которые снижают изжогу. Это очень опасные препараты широкого спектра действия. Безречевой протокол прекрасно решает эту проблему. Рефлюкса и изжоги. Герб. Сейчас это как нозологическая единица, это называется Герб. Пониженная кислотность это всегда уже второй этап после периода повышения кислотности. С чем-то пытался желудок справиться. Хеликобактер это отдельная история, он просто возбуждается при избытке кислот. Понижение кислотности желудочного сока бывает, конечно, оно и врожденное, но это редко. Как правило, вы едите что-то то, с чем пытается справиться пищеварительная система, но не ваша. Это очень часто, кстати, бывает на молочное, на тот же глютен. Реакция. Какая реакция? Желудок пытается переварить. Повышается уровень кислоты. Какой-то период уровень кислоты выше, чем нужно. Мы пытаемся переварить, пытаемся, пытаемся, пытаемся. Потом мы устаем, потому что мы все время едим то, что мы не можем толком переварить, и мы просто устают пищеварительной системой. Уровень выработки желудочного сока желудком резко падает. И у нас возникает второй период, вторая серия Морализонского балета. Снижение секреции желудочного сока. Не может ни один орган работать постоянно с высокой нагрузкой. Вот мы с вами вчера говорили про иммунную систему, которая не может она все время сражаться с тем, что вы в нее закидываете. Пищу, которую она обязана отслеживать, так же, как вирусы, белки, пищевых продуктов. Как вирусы, бактерии, ленка клетки. Ей этим надо заниматься. Она гоняется за вашей булочкой или за, не знаю, за теми же послеными, или за миндалем, или за чем-либо еще. Ей не этим надо заниматься. То есть она вырабатывает свой ресурс и говорит так, ешьте, что хотите. Что хотите, делайте, я просто буду болеть, ваш организм будет болеть, но вы ешьте, что хотите. Это из той же серии. Любой орган сначала пытается бороться. Почему вот гипотиреоз? Никогда не впадает, да, щитовидная железа сразу в гипотиреоз. Был период гипотиреоза. Мы просто пропустили эту симптоматику. Часто ее можно отследить. Что был период, когда была симптоматика гипотиреоза? Тряслись ручки там и дальше. Вот мы пропустили этот момент, а потом пошел гипотиреоз и нам назначают таблетки. А что предшествовало гиперфункции? Вот надо посмотреть, что разрушило. Это считаю, что это значит. Не надо бежать, не таить, и все сразу пить, да? Если уже стойкое снижение кислотности, то придется. Да. Но прежде чем вы это будете делать, потому что это как бы симптоматическое лечение получается. Во-первых, жидкие специи черный тмин прекрасно. Регуль, конечно. При низкой кислотности они вообще прекрасно работают. Они не повышают кислотность просто так, они помогают переваривать. То есть они нормализуют выработку пищеварительных ферментов, в чем, собственно, их ценность. А нарушение будет на основании слизистых минуток? Да. Мы этим занимаемся как раз триада. Жидкий кремний, микропристаллический коллаген и пептиды для ЖКТ прекрасно справляются с этой функцией. Много препаратов назначать для этой цели нет смысла. Вы можете дать еще, предположим, слизеобразующие. Можете, можете. Препараты скользкого вяза, алтей. Пожалуйста. Пожалуйста. Но вот основное ядро, так сказать, вот этой группы лечебной, именно в этом плане, восстановление кишечной стенки слизистого слоя, это жидкий кремний, микропристаллический коллаген, восстановление соединительной тканной основы и пептиды для ЖКТ как вариант уплотнения кишечной стенки как таковой. То есть ближе. Вы можете использовать после того, как начали вытопить протокол? С третьей недели. Потому что первые две недели идет жуткая интоксикация. То есть, ну, даже все наши действия скорее будут направлены на сорбцию и на снижение уровня воспаления, естественно, потому что, ну, как, ацидоз будет воспаление. Я просто думала, получается, если мы начинаем детокс-протокол, у нас, если, да, почти большого количества людей, у нас есть уже слимковые синхроны СИКРа, у них есть дырян кишечный. Ну, как правильно. Если мы начинаем детокс-протокол, у нас начинают эти кандиды выделять токсины, эти токсины будут сосуды сильнее, если мы сразу начнем восстановить слизистую. Мы можем сразу восстанавливать слизистую? Это очень хороший вопрос, и, в принципе, никто не против, чтобы сразу восстанавливали. Просто дело все в том, что пациенты, они достаточно много принимают во время антикандидного протокола и сильно озадачены своей интоксикацией. Нам бы быстро их вывести из ацидоза и, ну, не отвлекать, предположим, на какие-то еще там кучу препаратов. Но если адекватный пациент, если вообще с ним можно договориться, то дать, конечно, сразу можно и даже, наверное, нужно. Но я стараюсь... Получается, и не хочет, да? Нет, конечно, нет, конечно. То есть с третьей недели это потому, что уже тогда нужно точно, потому что мы с вами подходим к тому моменту, когда нужно быстро ее восстанавливать. Конечно. Если мы дадим ее раньше даже и во время первых двух недель, будет хорошо. Но, как правило, перегруженные люди что-то забывают, начинают забывать сорбент принимать. Вот этот вот момент. Можем, почему не можем? Просто мы... Понимаете, как у врачей, у некоторых, которые, например, сделали тот же анализ по Осипову, увидели там много, скажем, условно-патогенной флоры. Некоторые же назначают санацию, то есть с помощью антибиотиков. Это вообще, по-моему, недопустимо абсолютно. И одной рукой мы получаемся калечим симбионов, потом второй рукой пытаемся их восстановить. Это нереально. То есть восстанавливать с помощью жидкого кремния, микрокристаллического коллагента и любых форм пептидов из куриных желудочков, они реально хорошо работают. Есть же несколько. Есть, я забыла, третий препарат, но есть энтеросан, есть пептиды для ЖКТ концепции здоровья и есть еще какой-то стомато... Не помню, где-то записано. Тоже на основе куриных желудочков. То есть принципиально нам взять самое ценное, что реально может соединить плотно стенки кишечной клетки. Вот из этих соображений. А дальше уже можно наслаивать те же там слизеобразующие, псиэлиум, пожалуйста. Что касается моей пациентки, очистился язык, как вы, собственно, видели в самом начале, там я вам сразу дала эту фотографию. И, конечно, по лабораторным показателям была достигнута хорошая динамика. Гликированный гемоглобин у нее уже повышался, если вы обратили внимание на первый анализ. У нее пришел в норму гликированный гемоглобин. Я не зря говорю о том, что инсулинорезистентность и избыточный рост грибков связаны и избыточные вещи. Грибки ювелирно раскачивают инсулиновый механизм наш. Вот когда мы потребляем сахара, ну, мы какое-то количество, естественно, потребляем сахаров, ягоды, те же крупы, все равно будут сахара в крови, сахар в крови. Инсулин выделяется, собственно, нашими же железами, в частности, поджелудочные, выделяется для того, чтобы проводить сахар в клетку. Есть специальные рецепторы, в котором присоединяется инсулин и так дальше. И, в общем, все работает хорошо. У нас сахар не задерживается в крови, он уходит по органам. Но если у нас поселяются такие жильцы, как грибки, то сахар появляется в крови, который они еще и просят, они еще нас заставляют его много потреблять. Они его в огромных количествах вытаскивают. Может даже гипогликемия возникнуть, особенно уже у диабетиков. То есть они буквально просто как губка впитывают, они его потребляют. Из крови потребляют напрямую, потому что эти гифы, они как раз как щупаются такие, если можно так сказать. Они буквально потребляют огромное количество сахара. Инсулин выделяется, а что нести в клетку? Еще нужен сахар. Опять сахар. Дрожжи-то разрастаются. Мы отекаем от сахара, мы прибавляем в весе, потому что дрожжевые колонии растут. В отдельных особо одаренных личностях бывает до 15 килограмм дрожжей. И они буквально сдуваются на бездрожжевом протоколе, прям вот, жира вы так не потеряете быстро. Вы не можете потерять ни белок, ни жир так быстро. Они буквально сдуваются, потому что дрожжи погибают. Вот попробуйте сделать, например, дрожжевое тесто, или просто дрожжевую колонию, если посмотреть, как она быстро растет. Это буквально масса такая, огромная, увеличивающаяся буквально на глазах. Но если вы при этом, скажем, капнули какой-то полынь, например, дрожжевую колонию, попало какой-то антимикотик явный, она прям схлопывается. То же самое происходит с очень полными людьми на бездрожжем протоколе. Почему я говорю, что для нас это вообще единственный, для меня, для иммунодиетолога, единственный способ реально поработать с весом. Кроме как бездрожжевой протокол, ну не работает ничего с весом так хорошо. Нам, взрослым девочкам, тут много взрослых девочек, сушить себя не надо. Поэтому бездрожжевой протокол только раз в полгода и так, без фанатизма. Но реально сбросить вес можно только на нем. Это я вам говорю абсолютно с полной уверенностью, потому что я была 116 килограмм, и я думала, что я никогда уже от этого не избавлюсь. Бездрожжевой протокол, он все-таки рабочий. Да, вот что-то хотела спросить. Знаете, если вы имеете в виду ГЛОК, то есть глубокое очищение кишечника, я категорически против. Вот мудрые аюрведические врачи очищали кишечник сверху вниз по ходу пищи. Нам нельзя закидывать бактерии из нижних частей кишечника вверх, а мы так или иначе их будем беспокоить. Вот у нас и так слабые города из бактерий. Представьте, если вы устроили цунами в городе, городу хорошо, но грязь он вымоет, к цунами, но, простите, жители от этого лучше жить не будут. Вот примерно так выглядит. Вот есть панча-карма, пять очищений, аюрведический способ. Вот отсюда попадает большое количество соленой воды и там плюс еще разные всякие упражнения. Ну и здесь хотя бы понятно, вы идете по ходу пищи. Этот механизм отработан природой, но когда вы, извините, несколько десятков иногда литров воды пропускаете снизу вверх, понимаете, как если у вас уже каловые камни закладываются, тогда иногда с этого следует начать, но быстро перейти к нормальным физиологическим способам очищения. Поверьте, это будет легче переноситься, потому что есть очень такие любители, я бы сказала, глок, глубокого очищения кишечника, ни одного пока не видела без серьезных осложнений. Вот сказали, что я каждый год мы с друзьями ходим в баню, вот я каждый год делаю 10 процедур глок, была у меня такая пациентка, это когда вода, в виде клизма только высокая, вот эти процедуры очищения мне не нравятся, если же на основе масел, вы что-то принимаете внутрь, рассасываете масло, или какие-то масла на травах, это другая история, я имею ввиду очищение, значит мы тогда друг друга поняли, тогда ради бога. Значит, итак, бонусы нашей бездрежевой программы, вы станете лучше высыпаться, вы станете лучше запоминать, вы перестанете тревожиться по любому поводу, даже глядя в экран телевизора, чего я вам совсем не рекомендую. И показатели витамина Д быстро у пациентки пришли не только в норму, но и прям в такую убедительную норму, хотя до этого витамин Д поднять не могла. Вин пила, потом и речь. И здесь я вот еще раз повторяю, что это связано с ацидозом, связано с нагрузкой на кальций, он везде нужен, он нужен как буферный микроэлемент. И витамин Д при этом неэффективно усваивается и метабилизируется. Здесь у меня еще есть клинические случаи, но это наверное будет все-таки интересно врачам, потому что мальчишка маленький, у него вот такие были шершавые, а все время шелушились ладошки. И страшный сладкоежка, страшный, оторвать его было от полок с вкусностями невозможно. Увеличивался вес быстро достаточно, появился белый налет на языке, плаксивый, капризный, мама справиться не может, в общем, что делать? И соответственно стали с ним работать. Правда не на кандидосупрессор, дети идут лучше либо на антипаразитарном, либо есть кандигон помягче, либо любые другие, в общем-то. Протокол тот же, только меняется вид антимикотика, он помягче будет. Что касается, вот врачам, я думаю, это будет интересно, что касается диагностики грибков, обратите пожалуйста внимание на то, что и паразиты, и грибы, которые до сегодняшнего момента наверное не относились к паразитам, считалось, что они просто прихлебатели, они просто в нас живут и никого не трогают. Но это если бы они жили в просвете кишечника, а они живут прямо в нас. Так вот их сложно определить, уважаемые господа. И если у вас есть симптоматика, которую мы с вами рассматривали, но вы даже собственному врачу хотите все-таки показать свою проблему, то клинические подтверждения кандидоза крайне их мало. Есть такой анализ, как ПЦР, есть анализ ИФА-Элайзона, иммуноглобулина группы G, например, к антигенам грибков. Есть, опять же, анализ по Осипову, который показывает, что много грибов в вас живет, потому что посев кала или какие-то взятия мазков может не показать грибки. Поэтому нужно смотреть уже кровь. Поэтому если ваш доктор говорит, что не морочите мне голову, нет у вас никаких грибков, то, пожалуйста, принесите ему ЭФА, иммуноферментный анализ ИЛАЙЗа из любой лаборатории, кровь на грибы, как ваша иммунная система борется с этими грибами. И увидите четко. Почему я говорю про этот анализ? Потому что я очень много лет проработала вот с таким анализом, который называется иммунохерлс. Кстати, в Алматы есть клиники, которые работают с иммунохерлс. И там, если вы обратите внимание, обратите внимание на глютен, есть реакции вот там на пшеничку и на дрожжи. Пивные, пекарские и где-то там затерялась кандида. Все в красной зоне. То есть иммунная система воюет это абсолютно очевидно. Не обязательно сдавать для этого иммунохерлс, чтобы в этом убедиться. Любая лаборатория сделает вам ИФА, Элайзен, ИГГ, посмотреть, насколько, собственно, убедительно иммунную систему вы нагружаете. Поэтому, пожалуйста, и так, я опять же ориентируюсь на свою пациентку. Мы провели, вернее, не пациентку, здесь уже мальчик. С мальчиком мое было убеждение, что это именно грибы, а доктор, которая вела мальчика, по-моему, аллерголог, не помню кто, она считала, что нужно заниматься другими вещами, что это, соответственно, сначала паразиты. Ну, мы всегда спорим с докторами, я всегда с ними спорю, что сначала дрожжи, пожалуйста. Они говорят, нет, надо сначала там паразит. Паразиты потом у него ушли и сами, острицы у него были, причем не в малом количестве, но все-таки начинать лучше с дрожжей. И здесь провели лечение, то, которое я все-таки сначала нужным. Это лечение, ну, экс-евантибус, это называется, ну, как бы не то, что на удачу, а лечение, чтобы подтвердить. То есть, если вы получили результат до этого лечения, знаешь, вы были правы, но у врачей еще пока осталось право на решение, и, соответственно, мы получили результат, значит, все правильно мы с вами сделали. Вот такие, собственно, у нас бывают случаи. И стратегия в случае с мальчиком была именно добавление, потом было питание нервной системы, потому что он был крайне сдерганный, крайне капризный. Смесь для иммунитета, питания нервной системы мы давали для того, чтобы он лучше спал. Если у кого-то проблемы со сном, пол чайной ложки питания нервной системы и для иммунитета в горячую воду. Прекрасно спится. Это для взрослых, для мальчишки мы давали по одной трети. Дальше мы ему давали желчегонная пихта, черный тмин, мультивитаминный комплекс с меланином, причем на основе ягод и листьев облепихии. Можно во время безречевого протокола. А витамины там есть все. А наноэкстракт черного тмина? Нет, наноэкстракт черного тмина, потому что масло вызывает и диарею, и тошноту, а у детей особенно. Наноэкстракт, его нужно несколько капель, и воду прекрасно работает. Давали бальзам с меланином, чтобы убрать быстрее шелушение. И, соответственно, для того, чтобы поддержать клетки, смесь корней, ячменя, пшеницы и гречихи. Ни глютена, ни крахмалов здесь нет. Соответственно, нам и было проведено вот такое достаточно массированное нападение на дрожжи и восстановление, собственно, организма вот такого маленького пациента. Реагировал изначально, понятно, он даже при мысли, что у него отберут ватрушки, плюшки, он капризничал, а пиццу, он вообще просто фанат был пиццы. Но, во-первых, мама научилась делать пиццу на гречневом тесте, а во-вторых, мама просто взяла на себя вот такой труд, она ему делала вкусняшки, делала такие пудинги из чия на кокосовом сливках со стевией, сверху ягодки, там красную смородину клала, в общем, он и ушел, как десерт. То есть, она его отвлекала. Но, на самом деле, на фоне антимикотиков, то есть, подавления грибков, он и не хотел сладкого. Он этого не хотел. У него быстро менялись пищевые пристрастия, как у любого из нас, когда мы сменяем состав флоры. Если бродильная флора хочет всего сладости, мучного, крахмалистого, то нормальным симбионтам это не нужно. Он сразу захотел салатиков, он с удовольствием стал есть тушеную капусту. Он ее вообще на дух не переносил. Пицца и кефирчик там или что-то, йогурт, сладости, все. Он больше ничего не ел. Макароны еще дал. Ну, конечно. А потом он стал вдруг есть тушеную капусту. У мамы был просто культурный шок, что называется. Вес вернулся в норму, но он не быстро, он не сильно был с привесом, достаточно, немного набрал. И отсутствие вздутия, потому что вздутием мама сказала, что он страдает практически с рождения, были колики. Но он, к сожалению, рожден от дрожжевой мамы и, в общем, там не все так просто было. Я готова ответить на ваши вопросы, потому что мы основную часть закончили. Я понимаю, что вы устали, это информации много и какая-то из него эта информация непривычная, но вопросы, я тоже думаю, есть. Пожалуйста. Да. Когда проходит радиотерапию, радиотерапия. Радиотерапия, ага. Наш сорбент. Сорбент прекрасно работает при химиотерапии и радиотерапии. Прекрасно работает. С помощью его. Один, один, по одной капсуле три раза в день при, на пике интоксикации. А так по одной капсуле два раза в день, утро, вечер. Ну, если, ну, в конце концов, не обязательно же химию и радиотерапии, да, в конце концов, вы можете просто отравиться, да, или как-то, там, что-то какая-то другая неприятность. По одной два раза в день. По одной два раза в день. В принципе, интоксикация на фоне безречевого протокола, если не было раньше загрузки тяжелыми металлами, достаточно одной капсулы вечером. Вполне достаточно. Ну, у каждого по-своему, в основном неделя. Если радиотерапия, другая история. Во время безречевого протокола неделя, даже пять дней. А вот радиотерапия, в зависимости от того, какая там стадия, какая ситуация и сколько есть ресурсов у печени. Ну, и, соответственно, почек, да, как фильтрующих органов, как органов выделения. Потому что нагрузка на печень чудовищная. Мы с арбентом разгружаем печень. Поэтому какие были изначально-то, что было с печенью? Если пробы были до этого не очень, да, длительный процесс какой-то, то, простите, после химио-радиотерапии печень-то, как бы, так сказать-то, не утерять бы, да? Тогда уже дольше, двух недель. Вы знаете, коллаген любой животный плюс-минус одно и то же. Единственное, рыбный коллаген, почему этот спор возник? Потому что говяжий коллаген сложно измельчить так, как вот делаем его мы. Он получается, как клей, да, после уксусного гидролиза. А рыбный коллаген расщепить проще уксусным гидролизом, потому что другого способа не знали. И уксусным гидролизом рыбный коллаген, естественно, расщепляется быстрее и эффективнее, что, собственно, и понятно. И не многие хотят там, вернее, не все хотят из мяса, а многие хотят из рыбы. Но основная эта причина была то, что рыбный коллаген легче расщепить тем способом, который мы уже знали. А здесь идет расщепление протеолиз, а не уксусный гидролиз. То есть специальные бактерии еще кстати ну как бы там говорили об этом в эфире не хочу повторяться специальные бактерии работают вот с этими фасциями сохраненными то есть это свежие фасции их предлагают соответственно определенным бактериям и они протеолитическими ферментами доводят эту массу до расщепления и уже дальше леофилизация измельчение то есть это наночастицы такого в принципе нет до фасции молодых бычков до халяль кстати и такого коллагена просто больше нет по его не с чем сравнить он стопроцентный а там где-то 9 процентов 9 и 5 там ну говорят что до 30 но где не знаю японский коллаген вроде бы до 30 процентов 30 процентов а у нас 97 процентов но есть разница поэтому это к тому же он усваивается практически а то что он уже переварен все он уже готов и нет уксусной кислоты при во время заживого протокола если вы будете принимать иной коллаген который получен способом уксусного гидролиза вы тут же опять отметите к сожалению конечно дрожжи тут же почувствуйте уксусной кислотой они прям хорошо сразу по кругу взбодрятся да ваш вопрос а как вяжется что в тонкий лаваш вопрос в аптеках продаются дрожжи с цинком с разными добавками и так дальше как это вообще вяжется с королевской честью вот как вяжется добавление дрожжей в тонкий лаваш который в принципе должен быть мука соль вода зачем там дрожжи зачем нам вот эти nutrition и с которыми веганы посыпают свои и свою еду зачем нам такое количество дрожжей в принципе это вопрос на не ко мне а вот куда-то туда наверх но могу вам только одно сказать что если у вас есть симптоматика избыточного дрожжевого роста и ваша иммунная система уже давно и без эффекта сражается с дрожжами тот добавлять в себя еще дрожжи но это я так сказала мягко да это неразумно поэтому обходите так аккуратненько продукты с дрожжами и вообще где здесь упоминание дрожжи так тихонечко идите в другую сторону они источник витамина b потому что дрожжи потребляют его огромных витаминов группы b который потребляет в огромном количестве но если есть возможность нечистые конечно дрожжи выделены отобраны у них витамин b в какой-то другой форме в метильной форме принимать но только не ловиться на вот эти вот подсказки со стороны аптеки что вот дрожжи это дешево и сердито но для нас это губительно у нас иммунный конфликт с дрожжами чудовищные нам не нужны лишние дрожжи внутри поэтому вот где дрожжи так спасибо нет витамин b еще надо получить из них а то что вы получите усиление иммунного конфликта на этих дрожжах это однозначно просто ухудшение состояния вообще говоря напрямую это не совсем связано потому что уровень повышение уровня мочевой кислоты да как связано дрожжи и повышение уровня мочевой кислоты напрямую это не связано на самом деле повышение мочевой кислоты это не из пищи идет мочевая кислота она не из пищи появляется она не появляется там откуда-то из шпината или там откуда-то еще это разрушение собственного белка это нарушение белкового обмена дрожжи здесь как правило не причем но есть только они как бы сказать не испортили состояние почек такой тоже бывает но это уж какая-то казуистика но здесь лучше посмотреть все-таки функции почек посмотреть анализы там и креатинин и покопать в этом направлении посмотреть ну как я люблю канал почек и мочевого пузыря на ножках посмотреть точки этого канала и особенно болезненные регулярно массировать это само по себе будет вам помогать воздействие на почки скорее всего это почечная проблема скорее всего но начать бы все-таки стоило с того чтобы убрать из рациона то что не подходит для в пищу не подходит это вот те продукты которых очень оговорили с этого начните потому что вам разгрузить нужно человек бездрожжевую нужно пройти для того чтобы просто симбионтов привести в порядок то о чем мы сегодня с вами говорили это прекрасный способ снизить уровень системного воспаления вообще чтобы у вас не болело то есть это детокс на все времена восстановление симбионтов нам дрожжи как таковые в принципе ну не сильно интересно то есть что то что там просто возводить в абсолют но к сожалению в присутствии дрожжей не растут симбионты и не развиваются а мы основаны на них поэтому это мы делаем просто для того чтобы выжить а дальше уже мы смотрим пищу что есть не то не свое для этого существует тест тот же монохолз а дальше вы уже смотрите извините поддерживаете почки ортосифоны до почечным чаем там почечными чаем другого состава массажем точек каналов почек и мочевого пузыря ну естественно изменением рациона в сторону продуктов которые не содержат большое количество кислот то есть есть специально ощелачивающий в том числе конечно но не резкое ощелачивание чтобы не было то есть за ацидозом надо следить в ацидозе он не должен быть ацидоз не должно быть что болью почему не больше можно хоть сюжет на нем жить и некоторые кстати так и делают но это особо можете выпить просто понимаете бездрожжевой протокол это указание на то какая пища в принципе нам сейчас не вредит это же проблема современного человека если бы мы сохранили свой кишечник нетронутым как у наших предков мы в принципе до справились даже с тортиками даже с этой современной пшеницей бы справились скорее всего не может быть даже приучили себя там к молочным коровим продукт я не знаю или посленом или там как у большого качества бобов возможно но это не так поэтому мы исходим из того что есть вот step by step мы делаем все постепенно как мы с вами говорили занимаемся питанием видовое питание разгрузка от паразитов грибков восстановление симбионтов а дальше уже у каждого своя проблема который нужно решить конечно конечно да если будет хорошее улучшение самочувствия бады я не люблю слово бады потому что бады этот биологическая добавка к пищи в пище в принципе если симбионты здоровы все есть в видовой пище мы ее полностью разбираем на составные части что мы прекрасно умеем переваривать и все и дальше мы живем спокойно ну дайте витамин d да ну дайте жидкий кремний пожалуйста дайте смесь корней ячменя пшеницы и гречихи там не глютена не крахмалов нет там только все самое полезное пожалуйста дайте как клеточное питание все все поймите что мы сейчас подсели на бады потому что у нас не потому что у нас очень плохая пища не потому что у нас овощи и фрукты и ягоды теперь не содержат большого количества витаминов да поменьше чем было потому что мы их испортили пестицидами грабицидами и так дальше и азотными удобрениями их просто испортили но тем не менее там все это есть поэтому мы можем получить из пищи все что нам нужно но дайте возможность переварить то а кто переваривать да не мы перевариваем перевариваются симбионты усваивают они а мы уже за ними подъедаем мы питаемся и них метаболитами поэтому степ-бай-степ до восстановите питание а дальше уже пожалуйста там программу просто вам нужно пройти несколько вот таких серьезных ступеней до выйти из ацидоза решить вопрос с пищей пройти симбионтную но восстановить симбионтную флору дальше уже он целый программ если вам нравится газированная вода пожалуйста но можно вы знаете есть смотря какие соли у вас надо посмотреть солевой состав все-таки мочи да посмотреть почечки потому что некоторые минеральные воды если только не больше 7 грамм на литр понимаете да чтобы должна быть столовая минеральная вода они лечебны не лечебно это важно но и тогда посмотрите какие может быть соли есть песочек какой какие камни там надо будет зависимости от того акса латные дали какие-то иные посмотреть какие воды пьет человек если вдруг есть песок если нет песка ну и все ну отлично нравится значит нужно когда использовать как обычную воду но главное чтобы это были не лечебные вода минеральные то есть столовой да есть да заканчивать уже скоро эфир и я хотел бы задать вопрос который ли на эфире здесь есть два очень похожих вопроса так сейчас марина николаевна можно ли принимать кандидосупрессор и другие антикандидные продукты при желчекаменной болезни и похожий вопрос при желчекаменной болезни что можно и нужно принимать дело все тоже желчекаменная болезнь это такой расхожая как бы да расхожий такой диагноз ведь желчекаменная болезнь бывает разных стадий и если у вас предположим застой силы желчи сладж синдром то в общем то тоже это можно уже относить желчекаменной болезни то есть зачатки желчекаменной болезни но здесь пожалуйста черный тмин жидкие специи жидкий кремния непременно потому что закладывание кальцинированных камней как раз в отсутствие кремния происходит пожалуйста все можно из этого если же есть обезвоживание потому что желчекаменной болезни без обезвоживания не бывает нормального качества воду начинаете пить и в общем то половину проблем решить если же на фоне скажем уже сладж синдрома то есть сгущенной желчи там с кристаллом с каким-то есть еще перекруты перри гибы желчного или сужение перетяжки есть еще в желчном конечно же реология желчи здесь выходит на первый план не только можно но и нужно опять же черный тмин жидкие специи и нормальное количество воды хорошего качества текучей воды эталонная вода прекрасно подойдет но при этом нужно еще делать и специальное упражнение дышать животиком массировать точку сброса желчи я очень часто про нее говорю на лекциях можно уже применить и алкодетокс для того чтобы поработать с клетками печени которые вырабатывают эту желчь не должного качества здесь уже мы начинаем так как расширять программу но основу все равно жидкий кремния естественно если же есть кальцинированные камни подтвержденные на узи то есть уже кальцинаты и камни размером скажем до сантиметра конечно здесь нужно очень аккуратно и если еще какие перетяжки там извините ребята тут уже желчегонным эффектом можно спровоцировать отхождение камней и болевой синдром и естественно приступ холециститом но таких случаев мало это скорее казуистика если есть такие камни но я знаю хотя я как хирург и не люблю назначать так сказать какие-то хирургические операции то что знаю что лучше не хирургировать вообще никогда ничего это было бы конечно лучше для человечества но если уже такая ситуация здесь надо быть очень аккуратным какие-то системы там очищение печени программы нужно проходить очень аккуратно именно с учетом того какой камень крупный не крупный как он расположен сколько их всего здесь надо быть аккуратным и конечно смотреть уже с минимальных доз назначать тот же черный тмин и жидкие специи и попробовать все-таки активной нативной желчью размыть потому что единственное чем можно размыть камень это сам самой желчью активной восстановить немножко клетки печени и дать возможность активной желчи раз растворить камень либо применять скажем ну ту же корейскую там медвежью желчь либо старинный кстати рецепт куриная желчь довольно редкая вы ее выдавливаете из желчного пузыря тех же куриц или индюков да ну кого-то совет гусей нулочку заворять заворачиваете в мякиш и проглатываете как капсулу принципе тоже старинный способ растворения камней ну просто мы как бы все-таки здесь не клуб да зош а все-таки как посерьезнее мы относимся к этому но просто здесь нужно быть аккуратно вот и все а так в общем то если нет такого такой ситуации просто улучшать реологию желчи и не забывайте про воду все есть чего да спасибо что ответил на этот вопрос еще один вопрос еще то и ревматоидный артрит что посоветуете чем питаться ревматоидный артрит это аутоиммунное заболевание которое действительно начинается с персонализации питания я уже упоминала тот тест с которым я работал много лет и продолжаю работать почему нет это тест иммуно-хелс я всегда персонифицирую рацион на основе этого теста но далее подключаются микрокристаллический коллаген курсом подключается жидкий кремний и подключается для суставов и позвоночника прекрасный купаж на которых у меня вот лично пациентка вот одна из пациентов мои очень удачные опыты у нас молодая девчонка и приехала ко мне из другого города чтобы только вот как справиться с этим очень быстро пошла на поправку и просто потрясающий результат вот именно это троица это триада микрокристаллический коллаген жидкий кремний для суставов и позвоночника очень быстро уходит болевой синдром и в общем-то выводим в ремиссию достаточно быстро но сначала в любом случае персонифицированное питание и бездрожжевой протокол наш любимый потому что избыток дрожжей тоже очень вот эти токсины действуют на суставы в том числе еще вопросы да и вот предыдущему вопросу там один из пунктов был можно ли принимать кандидосу пресса при желчекаменной болезни можно принимать можно принимать просто если у вас уже в протоках около до свидания спасибо буквально перед выходом в проток стоит кальцинированный камень ничего нельзя принимать нужно идти и собственно заниматься холециститом и желчекаменной болезни если же все как мы описывали да либо сладкий синдром загущение желчного ухудшению реологии или мелкие мягкие камни не определяющиеся пузи как кальцинированный тогда вы спокойно совершенно проводите программу вообще ни на что не обращайте внимание потому что такая ситуация у подавляющего большинства людей не на это не значит что себя надо носить как хрустальную вазу наоборот нужно работать с реологии желчи эталонная вода жидкий кремний это как профилактика камнеобразования черный тминт жидкие специи прекрасно работает спасибо так и последний вопрос такая ситуация ребенок в три года выпил ртутный градусник антикадидос антикадидосупрессор нужна и что лучше вообще выпить хороший вопрос сколько лет ребенку три антикадидосупрессор нет а сорбента срочно хотя на самом деле вот та ртуть которая в градуснике если вы выпьете не так это опасно просто нас запугали это ртуть и ртуть вообще интересное вещество но сорбента все равно вы то есть пить хотя бы неделю то есть выводить постепенно спасибо спасибо вращаемся ну что ж спасибо вам за внимание и те кто нас смотрели онлайн и те кто пришли сегодня я без перерыва как обычно увлекаюсь извините вас не отпускаю на перерыв но надеюсь что информация была полезна и надеюсь что не последняя наша с вами встреча до свидания спасибо